Не ослышите. Так, я, наверное, сам с собой разговаривал, когда запустилась трансляция, да? Добрый вечер, уважаемые друзья! Меня зовут Олег Руснак, я по второму кругу уже иду. Началась запустилась трансляция и почему-то не было звука, не было видео. Сегодня у нас с вами интересная тема, тема вебинара. Сегодня мы с вами поговорим об энергетических манипуляциях. Давайте мы буквально сейчас, буквально там минуточку времени, проверим связь по 10-бальной шкале. Как вы меня видите, как вы меня слышите? Видно меня, слышно? По 10-бальной шкале, чтобы я понимал, насколько вы меня хорошо видите и как вы меня хорошо слышите. Так, активнее, активнее, пожалуйста, напишите в чате по 10-бальной шкале. Так, Саш, я это понял, что вы меня видите и слышите. Как меня люди видят и слышат. Есть, да? Ну, замечательно. Замечательно, молодцы, молодцы. Принимаем активное участие. Так, друзья. Сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему, достаточно неизученную тему. Тему, которая касается именно манипуляции энергетически. И речь пойдет сегодня о порчах, о сглазах. Речь пойдет сегодня о проклятиях. То есть, мы сегодня будем с вами говорить о том, значит, какова природа подобных негативных проявлений в нашей жизни и как от этого всего избавиться. Давайте так. Кто сталкивался в своей жизни с подобными... Вот именно вот вы, не кто-то другой, там, вы слышали о ком-то, а вот именно вы. Вот вы сталкивались с подобными проявлениями в жизни, порчи, сглазы или проклятия. Вот конкретно вас это цепляло как-то? Напишите, если да, то да. Если нет, то пишите нет. Если вас это касалось, напишите да. Если не касалось, пишите нет. Не бойтесь. Мы все здесь понимающие. И, в общем-то, значит, у нас единая цель сегодня научиться как бы предотвращать вот эти все процессы. Да, 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 да. Но, видите, достаточно много людей, которых это цепанолог. Да. Понятно, что, видите, многие люди отрицают этот факт. Многие люди не верят, многие слышали и говорят, ну, это случайность, это, это как бы вообще ерунда, это внушение, это, это что-то неправильное. Вот. А некоторые с этим сталкивались непосредственно. Вот только Анара Мукашевна не сталкивалась никогда с этим. Дурю Симбековна тоже не сталкивалась. Ну, вы счастливые люди. Я сталкивался очень много раз, причем делали на три раза, на смерть. На разрушение семьи, на смерть, на банкротство. Ну, вот на все возможные варианты, которые существуют в нашей жизни, все основные темы делали. Ну, вот, ну, как бы, поскольку я этими вопросами занимаюсь, то, наверное, я должен был как-то испытать на себе, да, качество своих знаний, чтобы убедиться в том, что сила в духе. Хорошо, теперь вопрос к вам. Вы решили этот вопрос, те, кого это касалось вообще? Вы решили этот вопрос положительно? Если да, напишите да. Если нет, не получилось, напишите нет. Значит, кто сумел решить этот вопрос, то есть очистился, трансформировал, я не знаю, там, исцелился как-то от этих всех пагубных манипуляций, напишите да. Если нет, не получилось, напишите нет. Да, 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 молодцы, супер, да, молодцы, даже не знаю, но все равно молодцы. Людмила, даже не знаю, хороший ответ. Ну, так, не всегда, вроде да, нет, окей, с помощью высших сил. Да, да, но не помогли, не знаю, всем привет, привет, да, молодцы, друзья, продолжаем двигаться дальше. Значит, тема, которая сегодня будет, но и озвучена, это, в этой теме я очень хорошо плаваю, как говорится, да, владею инструментами. Мне интересно говорить об этих вещах, потому что я говорю о своем опыте, то есть опыт, который у меня есть. Я не говорю, что он там прямо очень серьезный, но это мой опыт, он как бы выстраданный, да, этот опыт. Опыт, где можно привести массу примеров, где можно сказать о том, как это все работает, структура, значит, появление этих процессов, какие существуют варианты выхода из этого всего. Вот, и если вам сегодня, вот вы сегодня присутствуете на этой теме, я думаю, я так полагаю, что вам все-таки эта тема очень интересна, поэтому я хотел бы, чтобы вы сейчас вот прямо в чате написали, если вам эта тема интересна, напишите вот по 10 балльной шкале, насколько она вам интересна. Насколько вы прям, чтобы вы меня прям вдохновили, я сегодня как, ух, как, не знаю, выдал все, что я знаю. Но все, я не могу выдать в любом случае, потому что эта тема очень объемная, очень объемная, у нее очень много уровней, и, естественно, значит, касательно там, допустим, причин возникновения, один уровень, вопрос, как от этого исцеляться, совершенно другой уровень, и он намного больше, чем, или глубже, чем то, что касается причины. Вот как-то так. Да, интересно. Интересно, по 10 балльной, молодцы, по 20 балльной, прям вообще выше, выше, выше десяточки. Супер. Так, ну хорошо, тогда вы меня прям смотивировали, прямо ого-го как, ого-го как. Молодцы. Значит, давайте мы немножко познакомимся в данном случае, да, то есть, может быть, есть люди, которые меня впервые видят, поэтому, значит, меня зовут Олег Руснак, я являюсь психологом, психотерапевтом, я немножко прочитаю, да, вот то, что написано, не буду заострять внимание на своей истории жизни, на биографии, сегодня это точно не нужно, и сегодня, значит, тема не моя биография, не моё портфолио, а тема сегодня непосредственно порчи, проклятия и все виды сглазов, которые существуют. Значит, более 70-ти аторских курсов по саморазвитию, по самоисцелению, опять же, тем очень много. За это время, значит, своей деятельностью я провел больше 100 семинаров в различных странах Европы, городах России, Украины, в странах Азии. Обучил больше 20-ти тысяч человек по всему миру, которые, опять же, обучились, занимаются этим, они помогают другим, или же люди, которые просто исцелились и благодарны тому, что они живут. То есть, автор более 450 статей в различных изданиях, интернет-изданиях, вот, и автор благотворительных проектов, такие как «Школа синтеза», «Мировая медитация», «Спасём планету Земля», «100 прав о медитации». Вот такое короткое портфолио, и всё это буквально за 10 лет. До этого я был психологом-практиком, целителем-практиком, то есть, у меня был офис, я работал, то есть, вот так, вживую, физически принимал людей. То есть, 26 лет я занимаюсь этими вопросами изучения, из них 18 лет – это моя практика. Практика касательно психологии, психотерапии, целительства, медитации, духовных практик. Ну, то есть, вот всё это я пытался, как бы, объять для того, чтобы понять главный, чтобы ответить, вернее, на главный вопрос в своей жизни. Как научиться контролировать абсолютно всё, что касается жизненных вопросов? Как разбираться в тех или иных темах, чтобы не ошибаться? Или, как минимум, ошибся раз и больше не ошибаться? Как всегда выходить из любых ситуаций, не то, что чисто, но, во всяком случае, значит, не, то есть, без стресса, да, без каких-либо там побочных эффектов, которые касаются болезней или каких-то там разрушений физических. Вот этому я всему обучался и, таким образом, в своих, значит, каких-то интеллектуальных концепциях я пытаюсь всё это объяснить людям, дать пощупать это, как это работает, ну, и, в общем-то, вдохновиться идеей того, как работают лучшие инструменты по регуляции нашей жизни. Ну, кто впервые, мы ещё будем проводить, у нас много ещё прямых эфиров, в соцсети, ещё очень много тем, то есть, мы будем общаться практически каждый день, друзья. Так что, вы за это не переживайте, я ещё успею вам надоеть немножечко, так что, узнаете и о биографии, если хотите подробно узнать, на моём сайте это есть. Так, давайте мы будем продолжать, значит, план сегодняшнего вебинара. Мы сегодня поговорим об энергетических манипуляциях, порчах и сглазах. Поговорим, как порча и сглазы влияет на жизнь человека. Какие последствия от порч и сглазов? Природа возникновения проклятий. Как проклятие разрушает жизнь человека и его будущее поколение? Что произойдёт в жизни человека, если ничего не менять? Как может измениться жизнь человека, который научился решать эти задачи? Затем даётся пошаговый план решения этих вопросов и что человек получает, если начнёт использовать знания. Так, значит, друзья, в социальной сети делитесь, принимайте участие, потому что у нас практически через каждые два дня, у нас в социальных сетях прямые эфиры на различные темы. Около часа мы всегда проводим прямой эфир, который касается темы здоровья, целительства и там очень много интересных моментов, очень много техник даётся, очень много направлений, которые касаются использования методик. Поэтому в каждом прямом эфире вы найдёте что-то интересное, что-то ценное для себя. ВК, Одноклассники, Ютуб, Фейсбук и Инстаграм. Так, энергоинформационная система человека, друзья. Давайте мы о ней поговорим сейчас. Что это такое и с чем её кушают. Так, Алексей, скажите, откуда сами, откуда владеете информацией? Алексей спрашивает. Ага. Я, ну опять же, смотрите, я уже закончил свою биографию, говорить о ней хорошо. Значит, я немножко ещё заострю своё внимание. Я начал заниматься подобными вещами в 23 года. То есть, с 93 года прошлого века я начал заниматься изучением. И на протяжении всего этого времени, то есть, у меня нету, значит, моментов, которые есть у других, там, четвёртого поколения знахарь, там, гадалки, экстрасенсы, там, ведьмы и всё остальное. У меня этого не было. Я всё, как говорится, нарабатывал самостоятельно, своим упорным трудом, трудился над собой, шлифовал, значит, менял себя, потому что я не идеально пришёл в эзотерику. И таким образом за это всё время я развил себе, значит, те качества, которые необходимы для диагностики и для лечения. То есть, первая тема, которая, значит, была в моей жизни, это целительство. Я вижу ауру, я могу диагностировать болезни, я могу видеть прошлое, я могу видеть немножечко будущее. Опять же, это не хвастовство, это формат, значит, определённой модели поведения, когда есть человек, у него есть проблемы, я ему помогаю. То есть, в других случаях я этим не пользуюсь. Вот, и я могу выходить в изменённое состояние сознания, у меня есть духовные наставники, которые, в первую очередь, меня защищают, с другой стороны, они дают мне знания и ведут по жизни. Вот, поэтому с подробной информацией о себе, что, где, когда, почему, и вы можете непосредственно уже ознакомиться на моём сайте. Продолжаем, друзья, потому что есть люди, которые уже знают и не хотят заострять внимание на подобных вещах, потому как они хотят что-то другое знать. Так, друзья, первое, что я хочу вам сегодня сказать. Энергетические манипуляции в лице порч, проклятий и, значит, сглазов, это не то, что лечится таблетками, это не то, что лечится бадами, это не то, что лечится, там, лопухом, там, каким-то, да, там, подорожником. И это то, что лечится только энергией. Только энергией лечится энергией. То есть, более высшей энергией или своей, если вы владеете подобной энергией, смогли её взрасти в себе, или же непосредственно энергией целителя или какого-то знахаря, которому вы пришли за помощью. Вот, то есть, энергия не может лечиться таблетками, энергия не может лечиться, там, правильным питанием, понимаете. Энергия может лечиться только тогда, когда ваш уровень сознания, вибрационный, да, уровень сознания, он меняется. И совокупность ваших вибраций сознания создают такой вибрации, что она является уже тем светом, который может противостоять даже очень сильным, значит, каким-то порчам, которые могут, значит, дистанционно направлять те маги-профессионалы, которых сейчас очень много. Я вам скажу, что интернет на сегодняшний день это, знаете, такой массовый рассадник, значит, студентов, магов, которые обучаются у кого-то, проходят какое-то ничтожное обучение и затем где экспериментировать. Социальные сети, фотографии, вся история жизни и всё, и начинается бомбёжка, понимаете. Поэтому с этими вещами тоже нужно немножко осторожнее, потому как, ну, всякое бывает. Значит, ещё раз, да, энергия лечится энергией. Если мы говорим, допустим, о первом вебинаре, который мы проводили 26 числа, касательно болезни, да, болезни не существуют, то, что я рассказывал, это то, что можно как-то откорректировать, значит, диетами, правильным питанием, водичкой, там, допустим, БАДами, вытяжками, какими-то травками. Это всё существует, потому что физическое лечится физическим, да, но в данном случае эта тема, которая касается манипуляций, она не лечится физическим ничем. Ни один врач вам не поставит правильный диагноз или вообще, ну, не то, что правильный, вообще диагноз, если причина заболеваний касается именно этих манипуляций. Ни один врач не сможет тем более вылечить. То есть, врачи должны работать с телом, а уже непосредственно психологи, психотерапевты, знахари, целители, это те люди, которые, изучая метафизику происхождения человека и его природы, должны исцелять, работать с этими формами исцеления, с энергией, трансформации. То есть, это всё их, как говорится, направление, и они себя в этом хорошо чувствуют. Конечно же, много людей, как и в категории, там, допустим, медицины, есть хорошие врачи, есть плохие, те, которые развиваются, те, которые не развиваются, есть врачи от Бога, есть те, которые просто на зарплате сидят. Таким образом, и в нашей среде есть и люди, которые развиваются, и те, которые, вот там, владеют каким-то инструментом и корчат из себя Бога, что у них самое лучшее, самое позитивное, всё остальное это ерунда. Ну, таких очень много, к большому сожалению. То есть, знаете, что если человек ограничен, он всегда будет говорить такие вещи, что приходите ко мне, у меня самое лучшее, у меня самое эффективное. Это ограниченность всего сознания. Ни один правильный специалист, духовно развивающийся, никогда не будет говорить о том, что у меня самые лучшие техники, у меня единственные, да, у меня там прям-прям самые супер-супер. То есть, это вариант такой, что ты владеешь информацией, ты владеешь какой-то техникой адаптированной, ты владеешь какими-то инструментами, через которые прошли, там, люди, допустим, и получили результат. Всё, это работает на твоём уровне, в твоём пространстве, в пространстве тех людей, которые применяли. Всё остальное ты не знаешь, это другой уровень, другой опыт, другие люди, другое пространство. Поэтому, вот, как-то приблизительно вот так. Значит, энергоинформационная система человека, мы не будем вдаваться в подробности подобной схеме, потому что она очень объёмная. Мы сегодня поговорим только о том, что на самом-то деле все абсолютно вот эти вот энергетические удары, о которых мы говорим, в данном случае речь идёт о... Стоп. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Я переключу слайдик, потому что... Значит, порчи и сглазы, это первое, о чём мы сейчас будем с вами говорить. То есть, мы поговорим о том, как на самом деле это всё выглядит, откуда они происходят, какая их природа возникновения, и поговорим о том, что будет, если человек, допустим, ну, ничего не будет делать с этим, да? Значит, друзья, первое. Природа происхождения сглазов. Это не есть что-то, что является порчей. Сглаз, на самом деле, он бывает сознательный или бессознательный. И сознательный, это когда человек понимает, что у него есть какая-то дурь в голове, да, он, возможно, может своим гневом разрушить поле человека, возможно, может своим каким-то, своей формой разрушения создать какие-то неприятности другим, возможно, через зависть, возможно, через обиду. Он понимает, что ему уже об этом говорили, да, и он где-то начинает её признавать, да, эту зависимость, и понимает, что да, в нём есть вот такой вот косяк энергетический, и он не может от него избавиться. И в момент, когда он выходит из равновесия, он не может себя контролировать и понимает, что сейчас он кого-то, ну, зацепит этой энергией. Несознательные сглазы, это те люди, опять же, та же самая категория людей, которые владеют подобным дурным взглядом, или люди, которые могут выражать какие-то свои эмоции, да, по отношению к другим людям, но не знают ущербность, да, подобных процессов, потому что, возможно, им никогда никто об этом не говорил, но, как минимум, ещё не успели сказать об этом, да. Вот, это неосознанное. Но, в любом случае, и те, и другие, они имеют, или несут в себе такой, знаете, одинаковый потенциал, разрушительный. Вот, и сам сглаз, он на самом деле бьёт как раз по энергоинформационной системе, то есть, мы имеем дело с энергетикой человека, и я вам ещё раз говорю, что ни один сглаз, ни одна порча не бьёт по физическому телу. Тело вообще здесь ни при чём. Телом не нужно заниматься в этот момент, потому что здесь идёт речь о энергетическом ударе, который направляется в поле человека, и в данном случае чакры, как минимум, первых три, если они не сбалансированы, если они, значит, не продуцируют какую-то высшую частоту, да, там, допустим, гармонию, какой-то баланс, они находятся в таком, знаете, деструктивном состоянии, возможно, мало вырабатывают энергии, возможно, вообще нерабочем состоянии находятся, то удар приходится именно туда. Это, как, знаете, главный офис какого-то определённого энергетического подразделения нашей Духомонады. А физическое тело, друзья, это уже результат, понимаете? То есть это уже то, что получает, в конце концов, через энергетический удар наше тело. То есть чакра получает удар, что-то в ней происходит, какой-то энергетический сбой, значит, нарушается цикличность подачи энергии, которая должна идти на формирование, то есть на функционирование нашего тела. И таким образом происходит гормональный сбой, происходит, значит, сбой в иммунной системе, если это долгосрочный какой-то процесс. И таким образом вот эта энергия, вернее, чакра начинает управлять физиологическими процессами с ошибками. И эти ошибки уже проявляются в какой-то деструкции, в патологии, в каких-то симптомах. Так, если мы говорим о болезнях, это симптомы, если мы говорим о каком-то раннем, начинающем, да, процессе влияния подобных энергий, то это такие симптомы начальные, как лихорадка, как головная боль, как отсутствие сил, отсутствие энергии. Это состояние, когда человек просто, знаете, вот приходит домой, вот разваливается. У него прям не то, что нету сил, там, допустим, что-то сделать, у него даже сил нету подняться, понимаете? Вот он сел, и вот он не может подняться. Как может такой человек вообще что-либо потом делать, когда он приходит с работы, например, внуки, там, дети, кухня, там, разговоры, какие-то чаепития, все, это человек лег, он лежит уже. То есть идет удар по энергоинформационной структуре нашего поля. И, значит, первое сразу, что нарушается, цикличность, да, подачи этой энергии. То есть наши органы перестают получать непосредственно эту энергию, и сама система, она перестает подпитываться. То есть люди, у которых мало энергии, люди, у которых мало жизненной силы, однозначно у них есть какие-то чипы энергетические, которых они не знают. Возможно, это какие-то перевязки давние какие-то, потому что очень много людей, которые приходили ко мне, я рассматриваю физическое тело, потом смотрю их вне опоры, смотрю там перевязки, какие-то банты, какие-то напутанное что-то, понимаете? Это то, что энергетически кто-то делает, и это то же самое, рисунок проявляется энергетически на его ауре, понимаете? Которое блокирует уже работу непосредственно самой системы. Так вот, именно сглазы это как раз то начальное, которое человека приводит к какому-то дисбалансу. Я не могу сказать, что сглазы это какая-то такая, знаете, сильная энергия, которая способна долгосрочно разрушать человека. Нет, это энергия, которая имеет определенный потенциал, он, естественно, короткий или короткосрочный, этот потенциал, и он не влияет годами на программу человека. Конечно, он его вначале отрушает, потому что очень много забирает сил, люди в таком состоянии, они вообще не способны на то, чтобы как-то, знаете, мотивировать себя на какие-то цели, достигать чего-то. То есть, это абсолютно, знаете, без энергии тела, которая пытается понять, что с ним происходит. Опять же, страх, который возникает в момент вопроса, что со мной не так, возможно я заболел, возможно у меня рак, возможно со мной там что-то еще. Вот, и, значит, доходит момент до того, когда человек действительно обнуляет эти энергии, каким образом? Когда в его жизнь, а жизнь же она очень умная, понимаете, в лице учителя, она начинает подбрасывать человеку интересные какие-то ситуации, где он начинает выходить из этого, вот, такого, знаете, состояния, ну, негатива, деструкции такой, когда там какие-то праздники, какое-то веселье, там, он начинает себя поднимать, мотивировать как-то сознательно, какие-то ресурсы поднимать. И вот эта энергия позитивчика, да, радости, она начинает постепенно доминировать над этим сглазом и таким образом это убирается. То есть, это, это энергия, которая может находиться от минуты в человеке до двух-трех дней, там, допустим, да. Вот, все остальное это уже непосредственно какие-то другие манипуляции, которые касаются и сознательных манипуляций, и бессознательных. То есть, это порча. Порча это другая уже ситуация, это намного серьезнее вещь, потому что порча это, это та энергия, которая проявляется в сознательном процессе. Вот есть бессознательные порчи, это, знаете, вот на сегодняшний день очень много есть курсов магии, там, деревенская, современная магия, какая хочешь. Начиная от Таро, заканчивая, там, всеми всевозможными какими-то прикладными инструментами, которые, там, что-то делают, что-то режут, кого-то, там, клеют, кого-то, там, иголками тыщут. Этого всего очень много. Кто интересуется, тот знает подобными, значит, мероприятиями, которые существуют в интернете, на просторах интернета. Практические семинары, частные формы обучения, очень много. Сейчас вседозволенность, понимаете? Вот, поэтому порча, это несознательная такая порча, это как раз тот вариант, когда человек, там, что-то услышал где-то, прочитал, там, пару предложений касательно того, как она делается, да. И вот начинает, там, что-то лепить, какие-то физические вещи, потом какие-то, там, наговоры, там, я не знаю, что-нибудь, какое-то колдовство, и таким образом хочет причинить вред другим людям. Что это значит? То есть, любая бессознательная порча или такого вот вида порча, самая элементарная, это всего лишь такая, знаете, глупая подсознательная защита человека, это его бессилие, на самом деле, по отношению к тому, что он не может решить вопрос, который касается вопроса другого человека. Допустим, ситуация есть, которая решенная, возможно, у того больше денег, да, тот, возможно, где-то перешел дорогу, возможно, по его мнению, он неправильно что-то сделал, таким образом, человек, который делает, он не знает, как поступить правильно, он не знает, как разрулить ситуацию, и вот он через свою глупую природу, через отсутствие культуры, морали, духовных каких-то ценностей, человек поступает именно так. Я тебе сейчас сделаю. Это большая глупость, почему? Потому что все люди, которые хотя бы один раз имели попытку притронуться к подобной гадости, они уже зависимы, потому что за ними уже с тонкого мира следят. Это люди, которые не поймут, то есть они даже не прочувствуют, когда их зацепят с того мира и начнут, то есть присосутся к чакрам и начнут внедрять через их глупый ум, наверное, да, значит, какие-то определенные программы, которые касаются вот подобных манипуляций. Они тоже имеют силу, естественно, разрушительную, многие женщины делают мужчинам, многие мужчины делают женщинам, на базарах везде подливают, это все такая, знаете, просто такая банальщина, причем решается она за 30 секунд, раз и все. Но те, которые делают, они на самом деле не понимают, что, вернее, они думают, что это очень и очень, что это очень сильные технологии на сегодняшний день, что с помощью этого я там разорю конкурента, все эти деньги придут ко мне, с помощью этого я там заберу там своего любимого человека от жены, вот, потому что как бы она вроде как бы недостойная иметь такого мужчину, а я достойна. И все эти вещи, они очень плачевно сказываются и на мужчине, и на женщине, потому что онкология во многих случаях из-за этого, что женщина делает. Мужики спиваются, играют, это из-за того, что это делается. Очень много мужчин, у которых подобная программа, у них проблема с простатой, то есть люди могут находиться в таком вакуумном состоянии, то есть мужчины, которым делают, где вот они просто потеряны во времени. По отношению к тому, куда идти, зачем идти, для чего идти, вот, единственный выход из положения, это начинать какие-то, применять удовольствие для своего физического тела, хотя бы чуть-чуть забыться об этой проблеме. Это такая, знаете, штатная, значит, колхозная магия, как я ее называю, которая, конечно, специалистами решается за 30 секунд, щелочком таким, да, но бедствия делает очень много, разрушает и семьи, потому что, ну, к большому сожалению, сегодня это язык общения. На очень низком уровне, на уровне первых двух центров, где каждый хочет показать, что он что-то может, понимаете, что он что-то умеет. То ли дело, это уже заказная магия, которая делает невероятно сильные вещи, и поверьте, открою вам секрет, чтобы вы понимали вообще всего этого. Заказная магия, это уже непосредственно то, что вы знаете, рядом с вами есть люди, которые живут, в интернете вы знаете людей, которые этим занимаются. Одной рукой они делают хорошее, второй рукой они делают плохое, и таким образом сейчас их очень много. Поэтому сильный маг, сильный маг, это человек, который владеет управлением четырех стихий. Но это, знаете, немножко такая ошибка, неправильное трактование, не управление, а дживы, универсальные стихии, огонь, вода, земля и воздух, они находятся в неком подчинении у этих магов. Это рабство, потому что алхимики, они владеют этими стихиями, они уравновесили в себе эту природу, подчинили природу духов этих стихий. И они с ними не то, что контактируют, это коммуникация правильная на уровне трансформации и на уровне трансмутации энергии. Но на уровне магии, все абсолютно магии, это низших три центра. То есть это Манипура, Сватхистана и Муадхара. Это три центра, через которые они проявляют вот эту энергию. Так вот, большинство духов стихий, которые являются духом огня, духом земли, духами воды и огня и воздуха, да, четыре стихии, это те духи, которые находятся в рабстве. Почему? Потому что через какие-то заклинания, образно говоря, эти маги, владеющие инструментом, обученные они, они, значит, управляют этими стихиями. Причем, так, знаете, нагло, без контракта, как говорится, и духи находятся в рабстве. Они как будто находятся под управлением этих вот магов. Так вот, проблема в чем? Если создается вот такой вот достаточно серьезный посыл энергетический, то этот посыл может иметь в себе совокупность четырех стихий. Это очень сильная торпеда, как говорится, которую можно трансформировать только тогда, когда ты владеешь подобным механизмом, когда у тебя тоже четыре стихии находятся в каком-то магическом приеме. Образно говоря, кто-то закрутил, а ты можешь раскрутить, да. То есть маг применяет что-то физическое от земли, что-то физическое от огня, что-то физическое от воздуха и воды. И таким образом совокупность всего этого создает, в зависимости от энергетики мага, создает очень сильный посыл. То есть все направляется на, значит, в энергетику человека, то есть в жертву. Самые сильные порчи, это те, которые посылаются именно непосредственно уже с формой одержимости, то есть подселением. Это вообще ужасная вещь, потому что она перерастает уже потом в реальную форму одержимости. Вот, поэтому вот то, что я могу дать, да, в своем случае, то есть те техники, которыми я владею, то, что я использую, это уже алхимия. То есть я владею техниками, которые формируются через эфир, эфир пятая стихия универсальная. Вообще пять стихий это огонь. Изначально все является огнем. Так вот эфир это проявление огня, огонь физически это проявление огня, воздух это проявление огня, вода проявление огня, земля это проявление огня. Все огонь. Это как вода, которая находится в состоянии льда или в состоянии пара, в зависимости от температуры. Так и здесь, то есть чем глубже стихия огня, или вернее проявление огня входит в физическую плотность, тем больше, сильнее уплотняется этот огонь. Он становится водой, воздухом, землей. Таким образом все мои техники, они проявляются в эфире. Эфир это уже пятая стихия, более тонкая, и она способна трансформировать и разрушить совокупность симбиоза четырех стихий, которые проявляются в каких-то магических приемах. Причем техники не просто эфироподобные, эфиросодержанием. Это техники, которые работают на глубоком причинном уровне, где в общем-то и содержится вся эта информация. Поэтому причины возникновения подобных порч, опять же это алчность, понимаете, это опять несбалансированные эмоции, это опять жажда мести, жажда использования каких-то инструментов, которые круче, чем у других людей. Это все неуравновешенные эмоции астрала. Мы хотим быть круче, мы хотим быть лучше, красивее, первее, не знаю, там в лидерах. И мы делаем все абсолютно, друзья. Начиная с самых низших миров нашего физического мира, бытовая, такая, знаете, колхозная, сельская магия, где там подливают, что-то делают до самых высших, до президента. Это все проявляется в различных структурах и везде присутствует такая грязь, которая, к сожалению, является языком нашей современности. У каждого политика, у каждого бизнесмена есть штатный экстрасенс, или человек, который подобными вещами занимается, который ставит защиты, блокирует, что-то рассказывает, там, гадает, для того, чтобы немножечко себя как-то, да, имеется в виду, там, в поле этого специалиста как-то себя чувствовать защищенным. Вот, поэтому порча и сглазы, это на самом деле, это, в любом случае, энергия, которая непосредственно бьет по энергосистеме. И только энергетикой можно лечиться, только энергетикой можно восстанавливаться. Конечно, лучшие свойства восстановления, это что? То, это что? Это то, что непосредственно является нашей вибрацией. Если мы способны выйти на определенный уровень вибраций, которые, там, допустим, вот мы уже на уровне анахаты, да, допустим, зеленая аура, эта вибрация уже целительская, такая вот у меня вот здесь вот, вот. Это та вибрация, которая способна разрушать подобные, значит, техники манипуляции, саму энергию. Но последствия очень ужасающие, понимаете? Тут идет речь о том, что сглазы, сознательное и бессознательное, это то, что в конце концов влияет на физическое тело. Это все виды, во многих случаях, опять же, диагностировать нужно, понимаете? Мы не можем сказать, что вся онкология это порча. Нет. Это на самом деле, то есть, симптомы у онкологии, которая проявилась через порчу, такие же симптомы, как и у обыкновенной, там, онкологии, которая проявилась через определенные причинно-следственные процессы, понимаете? Диагностировать только может специалист, который видит ауру и понимает, что произошло, какие ситуации человек пережил. И в обычных случаях люди, которые видят, они видят тех людей, которые это сделали, могут их описать. Очень много вот этих, я говорю, на первой, второй, третьей чакре создают чипов, внедренных в программное обеспечение, как говорится, нашей системы, которые долгосрочно влияют на работу нашего организма. Это разные перевязки, это разные напутывания такое. Очень много есть вот этих, вот знаете, насекомых, которые проявляются, то есть, внедряются самой системой управления магией через самого мага, как форма одержимости. И очень много лярв существует через сознательные порчи. То есть, это то, что присутствует в нашей жизни. И я могу сказать, что это та форма поведения, которая, к сожалению, существует, но мы должны как минимум понимать, как от этого всего освобождаться, что за этим следует, вообще, как можно как бы исцеляться от этих вот процессов, которые, но, во всяком случае, могут когда-нибудь настигнуть наше пространство. Возможно, и никогда это не появится в нашей жизни. Это хорошо и супер вообще. Но в моей жизни это много раз появлялось, потому как, ну, 10 лет я уже как бы публичная личность. И многие люди, которые, опять же, что-то знают, что-то видят, они вступали в некий контакт со мной в интернете. И при каком-то хамстве, да, при каком-то там, в общем-то, проявлении негатива, я их всегда старался ставить на место, чтобы они такие вещи не делали, или как минимум учил по отношению к тому, что эти вещи, они создают очень, ну, как бы негативные результаты. Это им нравилось, и вот они уходили из моего, якобы, видимого пространства, и потом со стороны, издалека начинали делать пакости. Вот, ну, такие, знаете, там где-то уколоть и щипнуть, но это все мелочи. Так, друзья, давайте поговорим о проклятиях. Это очень интересная тема, тема на сегодняшний день совершенно неизученная. Если порчи из глаза, это то, что непосредственно бьет по нашей энергоинформационной системе. В результате чего, значит, наше физическое тело страдает. В результате чего, я забыл сказать, кстати, вернемся к порчам и с глазом. То есть, вы должны понимать, знать, я всегда об этом говорил, возможно, кто-то не слышал, что если посыл энергетический направляется на первую чакру, на Муадхару, то это как раз вариант, который касается разрушения здоровья. То есть, идет программа на разрушение здоровья. То есть, человек начинает болеть. И симптомы заболевания той же онкологии, это мгновение, понимаете, 3 месяца. У человека, даже если есть какой-то, знаете, там внутренний потенциал, он прям хочет справиться с болезнью, он там имеет деньги, чтобы как-то где-то там химия, там все остальное, какое-то лечение, у него времени не хватает. Потому что динамика развития, значит, роста вот этих вот атипичных клеток настолько велика и быстрая, что он не справляется вот с этим вот процессом, понимаете. 3-4 месяца человек уходит, сгорает просто от этого всего. Вот. И когда человеку делают на плохое самочувствие, на плохое здоровье, на нарушение вообще, его тело это всегда удар по Муладхаре. То есть, чтобы Муладхара была сильной, это всегда что? Бесстрашие. Это уже выход из вот этой куколки, в которой мы пребывали несколько тысячелетий. Там, допустим, страх, выживание, инстинкты, это уже никакая... То есть, мы должны выходить через осознанность. Вот. Поэтому, если эта чакра, она заблокирована, если в ней есть или присутствует страх, то понятно, что человек уязвимый, он получает, как говорится, уже вот этот энергетический удар. Вариант, когда делают на разрывы, да, в отношениях, чтобы вот кто-то с кем-то там развелся, это всегда с Ватхистана. Второй центр ниже пупка. Это, кстати, не только бьет по разрывам, это еще бьет очень сильно по гинекологии. То есть, женщины болеют заболеваниями гинекологическими, а мужчины страдают от, значит, импотенции, от того, что, ну вот как-то каким-то образом, значит, эта чакра выходит из равновесия, то есть, она перестает вырабатывать нужное количество энергии, она блокируется. И таким образом происходят вот такие вот заболевания. Что касается уже банкротства, то есть, чтобы человек разорился на всех уровнях, да, продал кредиты и все остальное залез, это манипура. То есть, солнечное сплетение, удар посылается именно туда. Если у человека слабая ментальность, если человек зависим от мнения других людей, у него нету цели, если он сомневается, вот это как раз-то форма уязвимости, когда непосредственно он может получить по полной программе. Я считаю так, то есть, это мой личное мнение, не знаю, как вы считаете, что люди, которым делают и которые делают, они одинаково виноваты, понимаете? Потому что в нашей жизни нет случайности, нет и не было никогда случайности. Все, что касается случайности, это в нашей голове. Вы видели хотя бы, давайте так, вот сейчас скажите мне в чате, вы видели хотя бы раз в своей жизни человека, который бы достиг совершенных высот в бизнесе и сказал, это случайность. Вы видели такого человека? Видели людей, которые достигали, то есть, они исцелялись долгим, упорным трудом над собой, что-то они там меняли, что-то делали. Вот они исцелились, и потом сказали, что это случайность. Случайность. Видели ли вы людей, которые достигали духовных каких-то высот в своем развитии и сказали, что это случайность? Я думаю, что нет. Почему? Потому что это то, что мы думаем, вернее, мы думаем, мы знаем, что это мы сделали. Но как много вы встречали людей, у которых сразу там, допустим, какая-то случайная ситуация, они говорят, это случайно. У кого-то банкротство, это случайно, оно не должно с нами так происходить. У кого-то там прям раз, какой-то бракоразводный процесс, муж ушел к любовнице, это случайно. То есть, кто-то резко заболел, не имея на то, якобы, видимых причин, это случайно. Таких ситуаций очень много, уж поверьте. И это наше эго. Оно не может принять форму, значит, случайности и там, и там. То есть, там, где ему выгодно, это случайность. Там, где не выгодно, там, где якобы наше достижение, это не случайность. Это мы, мы прямо там потами кровью прошли этот этап и достигли. Но это не случайность. Это случайность, это в нашей голове. Во Вселенной абсолютно все предсказуемо, все прописано, все четко расписано от и до, от начала до конца. Поэтому все абсолютно, что касается нашей жизни, это регламент нашего сценария, по которому мы идем. Поэтому люди, которым делают, это те люди, которые имеют какую-то кармическую связь с теми, кто делает непосредственно. И вот таким образом они решают какие-то свои узлы кармические. Пытаются вот так вот, да, на таком примитивном уровне решить карму, свою собственную карму. Но они только завязывают еще больше узел, поэтому так не решается. С другой стороны, люди, которые постоянно бегают специалистом, ой, сними его и поставь защиту. Эти люди не развиваются, я уже заметил, понимаете. Люди, поставь человеку защиту, она будет работать ровно 15 минут. Почему? Потому что его поле и так не сбалансировано. Ты там откорректировал, все сделал, сбалансировал, защиту поставил. Все, он пошел, там наорал, там накричал, там, значит, мыслями какими-то своими создал какую-то деструкцию, да. Там плохо подумал, там сэмоционировал и все. Все разрушилось, его поле нецелостное, аура разорванная, защиты нету. Смысл. Понимаете? То есть нужно возбудить в человеке такую мотивацию, чтобы он мог развиваться, чтобы он шел за знаниями. Потому что именно знания дают человеку свободу, именно знания дают человеку крылья, чтобы он просто вот летел в этой жизни и знал, что все абсолютно решаемо, абсолютно все. Приступаем дальше к нашей теме. У нас проклятие и их разрушительная сила. Смотрите, проклятие, друзья, это слово, которое имеет очень низкую вибрацию. Это разрушительная вибрация, которая, значит, влияет на наш геном, на, значит, программы, генетические программы, таким образом, что оно в зависимости от силы, да, эта вибрация может разрушить 9 поколений в будущем. 9 поколений. Это не обязательно, чтобы кто-то выразил слово проклятие, да. Это на самом деле процесс, который связан с вибрациями. Потому что очень много есть поступков в прошлом, когда кто-то из членов рода мог сделать какие-то вещи, которые, ну, они не прощаются, понимаете. Там, допустим, убил человека, не подал руку помощи тогда, когда человек тонул или горел в огне, хотя мог. Закопал своих детей, съел своих детей, там, да, значит, создал условия, когда дети просто умерли от голода. Такие вещи не прощаются с жизнью, понимаете. Это программа вибрационно идентична с программой проклятия. Поэтому эта энергия, она не разрушает чакры. Тут идет более тонкий процесс, который связан уже с нашим геном. То есть это сознание, это уже молекула ДНК. Там отпечатываются эти программы, которые мутируются настолько, что они потом в поколениях будущих косят людей. Какие процессы связаны именно с мутацией? Что вообще человек получает, если вдруг в его, значит, пространстве, его личном пространстве, семейном, пространстве рода существует подобная программа? Это бесплодие, это несчастные судьбы, одиночество, это несчастные случаи, аварии, там, допустим. Это не то, что все аварии. Говорю, что есть категория, да, случаев, которые касаются именно вот этих вот негативных проявлений. Мужики спиваются, женщины спиваются. Вымирает женский род или мужской род. Значит, что еще? Мужчины, там, женщины, неважно, опять же, наркотики, казино, карты, суициды. Это все программы, которые касаются проклятия. Их очень тяжело определить. Я лично не знаю ни одного человека, который бы мог бы снять проклятие. Это все, знаете, сказки о том, что эти энергии, да, приди ко мне, я там что-то свечки поставлю, сделаю какой-то ритуал, как бы, да, за твои деньги, и все пройдет. На самом деле, глубина проклятия очень велика. Почему? Потому что, если это в этой жизни, еще можно достать, понимаете? Потому что есть ситуации, есть люди. И в моей жизни было много случаев, когда люди приходили с бедами, и ты начинаешь видеть ситуацию, описывать, что это свекруха, это теща, это сестра, это соседка, которая создала условия для подобной вот манипуляции. Вот. А если есть вещи, которые уходят за пределы прошлых жизней, это то, что касается уже переселения души. То есть, допустим, ваша душа была там три века назад кем-то, и вот она сделала какой-то поступок, который проявляется как проклятие, то есть на вибрационном уровне. Возможно, ваши деды-прадеды, возможно, там еще что-то, там происходило такое, что это было давным-давно. И таким образом, каждый человек, он по сути является звеном этой генетической цепи, где каждый человек, то есть каждая душа, воплощенная в этой цепи, да, в этой ветви родовой, она вносит определенные коррективы по созданию прочного ядра рода, сильной энергетики. Значит, вносит определенные какие-то интеллектуальные, физические, энергетические коррективы, чтобы род был сильный. Потому что чем больше правильных судьб в роду, чем больше людей, которые занимаются правильными вещами, правильным предназначением, чем больше людей, которые помогают другим, это усиливает род, понимаете, укрепляет. Чем меньше подобных процессов, тем слабеет род, потому что изначально, чтобы вы понимали, есть 21 ветвь родовая творца. Это учителя, военные, там, допустим, знахари, и таким образом каждый из нас, каждый из нас принадлежит именно этой ветви. Если вы думаете, что род это ваша бабушка и дедушка, вы ошибаетесь. В роду есть те люди, которых вы вообще не знаете, они в других странах живут, и они являются членом вашего рода. Потому что все мы, вот это и вот, вот, допустим, я принадлежу ветви, значит, знахарей. То есть я уже 11 жизней воплощаюсь именно человеком, который помогает. И в данном случае речь идет о том, что этот род должен пополнять активы правильной работы, каких-то совершенных форм, большей помощи. И вот тогда эта ветвь не умирает. Вот, поэтому нарушение, которое касается именно вот этих вот проклятий, это бедствие, понимаете? Серьезные бедственные процессы, потому что косят всех, понимаете? Это вот, вы знаете, суицидники. Раз где-то захотел уйти из жизни, все, это уже одержимость. И причем эта одержимость проявляется на фоне того, что она могла передаваться от папы, от деда, от прадеда, который тоже когда-то имел мысли о суициде или делал суицид. То есть это все то, что вот убирает тех людей, которые непосредственно решают вопрос уйти из жизни или не решить вопрос своего предназначения. То есть убирается все. То есть здесь стоит вопрос, как определить вообще причину подобных манипуляций. И исходя из своей личной практики, да, из своего опыта, могу сказать, что нужно владеть, конечно же, видением, духовным видением, чтобы определить, когда это произошло. Кто это сделал, какие поколения, в каких поколениях было нарушение. И дать, значит, специфический, да, индивидуальный инструмент этому человеку, чтобы он мог, значит, очиститься от этой грязи. И, конечно, инструментов много, они существуют, но при этом нужно выполнять, друзья. Поэтому проклятие это очень разрушительная сила. То есть сила проклятия от одного до девяти поколений просто убирает. Прямо штабелями люди уходят, понимаете. И вот я в своей жизни очень много встречал людей, у которых заканчивается фамилия. И это говорит о том, что род, какая-то часть, ветвь, да, этого рода, она, ну, не получила определенных, значит, энергий. То есть не накопила определенных правильных энергий. И таким образом, то есть опыт в лице тех людей, которые находились в этой ветви, значит, очень слабенький. Он не проявил силу предназначения, силу решения задач. Люди не смогли справиться со своим, ну, как бы, задачами жизни и таким образом ушли. Поэтому в данном случае речь идет сейчас о сильных программах. О программах, которые можно действительно определить благодаря каким-то правильным инструментам. И таким образом избавиться от них, опять же, благодаря более высшей энергии, более тонкой энергии, которая способна на трансформацию подобных процессов. И тогда, тогда, в общем-то, процесс восстановления начинает проявляться уже, как бы, на глазах, да. То есть люди видят, что начинает, то есть разрушение, которое раньше были, они заканчиваются. То есть все входит такое, знаете, спокойное русло. И таким образом человек обретает спокойствие. Но, смотрите, какие вещи, Алексей не может успокоиться. Алексей, вы на вебинаре вообще, или вы пришли поговорить? Вы же понимаете, что вы все это время слушаете самого себя. Вы пытаетесь, как бы, развеслить чат, но вы отвлекаете людей. Я сейчас скажу человеку, то есть моему помощнику, он вас удалит. Саш, а ну-ка, заблокируйте, пожалуйста. Потому что, ну, так нельзя. Друзья, вы же в гостях, как минимум, вы должны понимать, что вы здесь слушатель. Если вы пришли узнать информацию, пожалуйста. Если вы пришли поговорить, пожалуйста, в социальной сети рассказывайте там сказки. И учите людей тому, чему вы можете обучить. Продолжаем, друзья. Так, природа проклятий, природа порч, природа, значит, сглаза, она всегда негативна. Она всегда негативна и, к большому сожалению, еще раз напомню, что от этого всего освободиться можно только благодаря энергиям. То есть, энергия лечит энергию. Энергия не исчезает. Энергию невозможно убить. От нее невозможно избавиться. Энергию можно трансформировать или трансмутировать. То есть, перевести из состояния негатива в позитив. Понимаете? Вот это и есть форма алхимическая или форма алхимия, которая дает возможность непосредственно двигаться в правильном направлении. Значит, что мы видим в данном случае? Если мы говорим о том, что будет, если люди не будут это знать. И что будет, если люди не будут двигаться в сторону, например, там, допустим, своего собственного исцеления. Так, сейчас слайд. Значит, что он в данном случае получит? Ну, как минимум, смотрите, если мы говорим, допустим, о болезнях, которые являются результатом вот этих вот негативных проявлений в жизни, то, естественно, если человек ничего не будет делать, то, как минимум, это смерть, как минимум, это постоянное мутарство. Мутарство по отношению к тому, куда пойти, у кого что спросить, где получить нужную информацию, значит, где найти специалиста. И тут, в общем-то, опять же вопрос, как решить вообще, значит, своего состояния касательно черной полосы. То есть, очень много ситуаций, когда человек хочет, но не знает, куда идти, кому идти, где вообще найти спецовый, и где найти информацию, которая могла бы вот очень красивенько дать возможность человеку этому научиться и все это решить. Значит, что первое, что теряет человек, это время, друзья. У человека, который болеет, у которого состояние неактив, да, у кого проблемы в отношениях, у кого рушится жизнь, у кого валится бизнес, да, вот, то есть, разрушается жизнь через вот присутствие подобных видов энергии, о которых мы сегодня говорили. Время, самое главное. Время для этого человека очень важно, потому что время это та энергия, которая сокращает путь к реализации или удлиняет, увеличивает этот путь. Вот представьте, у человека, который болеет, у которого такого состояния, у него и так нет времени, а он тратит время на поиск. Понятно, это хорошо, что он ищет, но вопрос в том, что есть очень много людей, которые утрачивают, да, вот эту вот мотивацию во времени. Они утрачивают свою силу, они утрачивают веру и таким образом сходят с пути. Дальше, второй вариант, энергию, они тратят свою энергию. У человека болеющего, у человека, у которого негативное такое, он находится в негативной фазе, состояние не очень хорошее, да, и так нет сил, нет энергии, как он может тратить эту энергию еще на что-то? Ему не хватает, а тут еще нужно тратить на поиски кого-то, где-то как-то, понимаете? Вот он всегда тратит, когда он на что-то болит, у нас первое, врачи, медицина. Да вам ни один врач не поставит диагноз, он скажет, исходя из симптомов, да, он назначит какое-то лечение, но это все ерунда. Это как вот ситуация, такая самая лучшая ситуация, которая у меня была за всю практику. Женщина, которая, я не раз уже говорил об этом примере, значит, женщина, вы лежала в больнице, это европейская страна, причем не деревня бывшего Советского Союза, где один фельдшер на все слово, как говорится. Это европейская самая лучшая страна, и человек просто умирал в больнице от болезни, которую не могли определить врачи. Ко мне обратился человек и попросил помочь. Я три дня работал с этим человеком, и через неделю этого человека выписали. То есть, она сама через три дня поднялась, начала кушать, она лежала, она худела, становилась серая такая, то есть, никто не мог определить. И что этот человек дал, вот результат какой, понимаете? Важность того, что ты делаешь. Человек был, по сути, мог бы умереть, да, если, допустим, не нашли бы форму лечения. Но этот человек живет, этот человек, значит, выучился на... То есть, он прошел определенные семинары, он прошел, значит, все виды рейки, да, 4 степени, 4 стадия, не знаю, как там, 4 степени, да, рейки. Он получил вот этот титул, он был дальтоником, мы научили его чувствовать цвета. Когда человек живет, понимаете, он радуется жизни, и до сих пор, когда он приходит в больницу, он приходит, допустим, на обследование, то ему, его врач, он когда смотрит на него и на медицинскую книжку, он машет головой и говорит, я не верю своим глазам, потому что он видел ее тогда, и в данном случае тут идет речь о том, что человек живой и человек нормально себя чувствует. Ну, один из вариантов, даже вот, то есть, я не собираю отзывы, друзья, это не моя вообще парафия, я не люблю собирать отзывы, когда, ну, в принципе, это нужно, да, но мне это не нравится собирать, я хочу правильно к этому относиться. Ну, вот даже буквально вчера человек под последним вебинаром написал, что вот в 14-м году, когда она практически умирала, она нашла мою медитацию, благодаря этим медитациям она живет, то есть, она ночевала с ними, она просыпалась с ними, вот, и каждый раз, когда ей, там, допустим, плохо, какой-то страх касательной болезни, она всегда включает мою медитацию, таким образом она живет. 14-го года прошло уже 6 лет, извините, понимаете? То есть, получается, что человек живет, и это хорошо, это правильно, и не важно, как мы это сделали, важно то, что он живет, это очень важно. Такая переписка прямо идет, я вообще в шоке. Друзья, давайте так, вы же, вы же на вебинаре, если вы пришли навредить руснаку, то у вас это не получится, те, которые сейчас это делают, потому что вывезти меня из равновесия сложновато, конечно, понимаете? Вот, и зачем вам вообще тратить эту энергию на то, чтобы это сейчас сделать? Я понимаю, кто это делает, поэтому я понимаю ваше намерение, вы как-то себя проявляете, знаете, как женщина, когда у нее месячные. Будьте мужчиной, будьте человеком, который действительно достоин. Придите, вот пришли в гости, послушайте, пожалуйста, потом можете написать мне в личку какое-то хамство, и мы обменяемся любезностями. Не надо это делать, не надо отвлекать людей, потому что люди хотят что-то знать. Договорились? Так, дальше, друзья. Человек теряет силу. Человек теряет силу и деньги, самое главное. Смотрите, и так у человека нет силы. То есть он фактически тратит силу на что? На поиск подобных специалистов или техник. И деньги, самое главное. Не важно, сколько выходит, но с другой стороны, понимаете, я скажу вам так. Это все тоже правильно, потому что человек, который все это тратит, он через страдания выходит на определенную форму изменения, и в самый последний кардинальный момент он меняет себя, свое сознание, потому что он должен от чего-то освободиться. Возможно, это то время, которое он должен потратить на свое изменение. Возможно, это энергия, которая должна уйти на поиски всех этих методик или специалистов. Это те деньги, которые должны уйти на покупку услуг или там, допустим, данного метода. Это нормально, потому что это все тоже энергия. Это энергия, которая идет на что? На изменения. Не важно, что мы тратим, изменяя себя. Важно то, что мы таки меняем себя. Мы приходим к изменениям. Это очень важно. Теперь давайте так. Когда человек находит правильный способ решения своих жизненных вопросов, он что делает? Он экономит время, естественно, потому что когда человек... Я знаю по себе. Я знаю по своим ученикам, которые решают вопрос, допустим, с помощью какой-то методики или каких-то техник, они уверенно себя чувствуют. Они уже, допустим, когда проявляется в их жизни определенная ситуация, которая касается каких-то моментов, которые вчера они еще не знали сегодня, они ее решают. Потому что они уже прошли это. Или проходят сейчас. Они знают, как это решить. Человек не теряет энергию. Энергия аккумулируется в спокойствии. Энергия уходит тогда, когда человек эмоционирует. Вот тогда она уходит такими, знаете, бешеными циклами, уходит из человека. И энергия это все. Это, понимаете, это топливо для нашего ума, нашего физического тела, без которого жить невозможно. Силы самое главное экономит. Потому что сила нужна на что? Любая мысль созидательная, она нуждается в энергии в силе. Без вот этих вот энергий без силы мы не сможем правильно думать. Мы не можем строить цели. Мы не можем эффективно использовать каждый день свое предназначение и свои какие-то задачи. Ну и самое главное деньги. Если не умеешь, плочишь специалисту. Если умеешь, решаешь вопросы сам. И это так у нас в нашей жизни, понимаете? И самое главное, решай вопросы своего здоровья и выходят из черной полосы. Из черной полосы. Так, друзья. Как вам информация? Те, которые не отвлекались, те, которые действительно меня слушали. Вам вот все понятно? Вам все понятно, Лев? Напишите в чате. Вот хорошая информация. Если информация огонь, поставьте огонь. Если информация не нравится, поставьте минус. Вот сегодня почему-то, смотрите, сама тема, она привлекла тех людей, которые пытаются расшевелить, значит, людей, которые пришли за знаниями. Ну, такое дело, понимаете, что вы отвлекаете не меня, в данном случае вы отвлекаете людей, которые действительно хотят что-то услышать, что-то понять. Если вы хотите мне задать личные вопросы, пожалуйста, в конце нашего вебинара, у нас всегда, я же не убегаю от вас, понимаете? Я здесь, в эфире, и задаете мне вопрос. Абсолютно на все вопросы я готов ответить на самые такие, знаете, червивые. Я, значит, попытаюсь ответить так, чтобы вам было приятно, чтобы вы что-то поняли. Хорошо? Отлично. Так, продолжаем. У меня тут почему-то слайдики не забились. Так. Значит, друзья, что касается вот этих вот процессов, я думаю, всем вам понятно. Еще раз напомню, что все эти вещи, они, если вы не согласитесь со мной, то вы можете написать сейчас в чате, сказать, что я не согласен, что порча лечится только энергией, что порча там сглаза, это то, что лечится там диетой, там, я не знаю, возможно, каким-то там, какой-то там вытяжкой, лопуха там, да, бадами, возможно, это лечится мяткой, да, там, и там, допустим, белыми семечками. Возможно, это лечится именно этим, да, то есть, я считаю, что энергия лечится энергией, физиология должна лечиться и энергией, и физиологическими какими-то инструментами, которые способствуют улучшению, значит, самого выздоровления. Если вы не согласны, напишите, я не согласен, я реально вступлю в этот диалог, да, касательно вашего вопроса и попытаюсь вам еще больше, то есть, глубже ответить на этот вопрос. Потому что в данном случае мой опыт, мой опыт исходит из того, что все люди, которые ко мне обращались с подобными процессами, это люди получали качественную, значит, качественный результат по отношению к тому, что я воздействовал своей энергией на их поле. Я показывал, и, возможно, я им давал техники, которые являются сопутствующими, то есть, моя основная задача заключается в том, чтобы очистить и убрать, а они уже начинают, да, в свою очередь, каждый день выполнять определенные техники по тому, чтобы их поле дальше качественно очищалось, допустим. Если это касается, допустим, каких-то глубоких манипуляций, да, давались техники, которые очищали именно род, там, допустим, семью, да, там маму, папу, возможно, детей, возможно, бабушку, дедушку, возможно, отношение с папой, с мамой. То есть, вот такие вот техники давались. То есть, но в любом случае, это все, друзья, энергия, понимаете? Да, я еще могу поспорить, ну, как поспорить, не поспорить, наверное, все-таки согласиться с тем, что кроме энергетического воздействия, есть еще вербальное воздействие на подобные энергии, которые тоже могут восстанавливаться. Потому что изначально было слово, и слово это самая сильная энергия. Если ее проявлять в каких-то аффирмациях, молитвах, если еще идет такое, знаете, мощное подтверждение энергетического самого человека, эксперта, мастера, то это просто, ну, энергия, которая вот в клочья порвет непосредственно ту грязную энергию, которая пришла откуда-то, неважно, она сознательная, бессознательная, если она существует, она просто исчезнет, понимаете? Вот, но все остальное, что касается непосредственно уже там, допустим, каких-то диет, каких-то там вытяжек, это все не работает. Это не рабочий механизм, это сопутствующие дополнения, потому что этот человек может делать тогда, когда он, допустим, откорректирован энергией и плюс для того, чтобы восстановить быстренько тело, да, там вытяжки, бады, какие-то, значит, гомеопатия, для того, чтобы быстренько восстановить физическое тело. Но основная работа идет непосредственно энергии, то есть энергия или твоя, в данном случае, если ты готов выйти на такой уровень, чтобы, значит, трансформировать себе подобные процессы, которые связаны с манипуляциями, супер. Если нет, значит, есть специалисты или есть техники, которые могут через подобные техники проявить подобный процесс, который связан с выделением света или какой-то очень более качественной энергии, которая влияет разрушительным образом на подобные энергии. У нас 26 числа был вебинар, 26 числа мы говорили о болезнях, мы говорили о том, почему болезни нет, как вообще формируются болезни, причинно-следственные процессы, я приводил примеры, вот, и говорил о том, что я для вас, значит, создал курс, который касается именно трансформации этих процессов. Так вот, это первый этап, о котором мы говорили 26 числа, это все, что касается, значит, исцеления физического тела от приобретенных кармических генетических болезней. То, что касается непосредственно сегодняшнего вебинара, вот, смотрите, на втором этапе человек получает, первое, значит, информацию о форме возникновения с глаза и пор. Техника ЯЕСМ Солнца, это трансформация всех видов энергетических манипуляций, форма возникновения проклятий, техника трансформации проклятий прошлого и будущего, техника космической защиты, техника энергетической защиты семьи и рода, техника энергетической защиты помещения, там, где вы живете, и астральное закрытие порталов. То есть, это второй этап, который содержит информацию касательно нашего сегодняшнего вебинара. Это то, что вы можете получить. Я скажу вам так, есть еще третий этап, это касается одержимости, это то, что мы будем проходить 30-го числа, мы будем проводить вебинар на эту тему. То есть, это обучающий процесс, который состоит из трех этапов. Шесть мастер-классов, где вы получаете. Теперь скажу вам так, как качественно изменится ваша жизнь, значит, если вы... Ну, я считаю, что моя техника, она не только то, что уникальная, она очень хорошая. Я владею этим инструментом, и у меня есть очень много отзывов. Исходя из чего человек вообще строит какие-то свои представления о том, что техника хорошая? Потому что она помогает людям. Правильно? Правильно. Если она людям не помогает, значит, техника может быть хорошая, но не в этой жизни. Исходя из этого, я могу сказать, что при прохождении метода регрессивно-голографического исцеления, вы исцеляетесь от приобретенных болезней, вы исцеляетесь, то есть, вы прорабатываете причины кармических болезней, очищаетесь от сглаза и порч, а отвязки, происходят отвязки от привязок ваших, освобождаетесь от сущностей, это закрытие всех астральных низковибрационных порталов семьи и рода, затем связь с едином. Это очень важная техника, потому что она способна, ну, к такой, знаете, выброске очень яркого света, то есть, в данном случае, нашего духовного света, который проявляется уже в трансформационных процессах. Исцеление от генетических болезней, трансформация кармы негативных ситуаций, очищение от проклятия, очищение от фобий, восьмиуровневая энергетическая защита семьи и рода, очистка помещений от отрицательных энергий и сущностей, и умение использовать все техники регрессивно-голографического исцеления. То есть, это то, что вы получаете, это то, что является, ну, вашей, как говорится, непосредственно сущностью в момент, когда вы будете проходить вот подобное формоисцеление. Теперь давайте посмотрим на все эти процессы. Если мы говорим о том, чтобы пройти подобный метод, подобный курс, получить качественную информацию, качественные практики, то как изменится ваша жизнь, как вы думаете? Я думаю, что если мы говорим о качественной проработке всех этих аспектов, болезни, фобии, порчи, то жизнь по-другому совершенно будет проявляться. Это то, когда ваше тело не будет вас беспокоить. Это то состояние, когда вы будете каждый день чувствовать вот этот прилив сил и энергии, потому что она нужна. Она нужна на наши мысли, на наше функционирование, на все абсолютно, понимаете? Это то состояние, когда вы будете радоваться по отношению к тому, что есть совершенно другие вещи, как кроме того, что там, допустим, болеть или чувствовать какие-то недомогания. Вы будете свободны, потому что заканчивается та эпопея, когда вы искали людей, искали методики, искали специалиста, искали какие-то, не знаю, схемы, которые позволят вам к чему-то прийти положительному. То есть это абсолютно свободное состояние, как минимум, от вот этих проявлений, которые раньше забирали практически все ваше время, каждого дня. Они отвлекали вас от семьи, они отвлекали вас от самого себя, от своего предназначения, от тех вещей, которые касаются непосредственно вашей жизни. Они касаются, они касались и вашего бизнеса, вашей работы, ну всего оно касалось, понимаете? Потому что в голове всегда формируется через боль, значит, причина, не причина, а процесс, который связан с тем, что больше всего напрягает, больше всего, от чего хочется освободиться. Это всегда в голове, 24 часа в сутки. И бессонница может быть от этого, потому что человек думает, как же на самом деле выйти из этого. Я мешаю другим людям, своей семье жить. Поэтому жизнь качественно изменится. Я знаю, вот, ну даже мы не будем сейчас говорить о тех людях, которые писали отзывы или пишут, даже последний отзыв, вчерашний отзыв, который написал, человек в 14-м году, пожалуйста, получил исцеление. Не я участвовал в этом. Те медитации, которые я пишу, возможно, что-то она взяла, что-то ей не хватало для осмысления, возможно, для понимания, возможно, для того, чтобы прямо двигаться по жизни с целями. И вот она засыпала с ними и просыпалась этими медитациями. И таким образом этот инструмент ей помог. Вообще не важно, что помогает нам. Не важно, подорожник ли нам помогает, ли целитель. Главное, что мы живем и мы можем дальше двигаться, чтобы реализовывать свои жизненные задачи. Вот это самое главное, понимаете? Потому что человек, обычно люди раньше времени уходят только потому, что на каком-то этапе они не смогли реализовать свои жизненные задачи. Они остановились, они начали топтаться, делать те вещи, которые, возможно, забирали время, силу, энергии и деньги. И таким образом упустили тот момент, когда они должны были себя как-то реализовать в чем-то. Понимаете? Пришел момент, когда образовался этот вот, знаете, такой как бы кармический вакуум. Когда вот то, что мы делаем, мы должны были сделать 10 лет назад. Вот, и таким образом время ушло вперед. Мы как бы физически с ним тоже ушли, но сознательно мы остались на этапе, когда вот минус 10 лет. И таким образом жизнь понимает, что мы уже являемся биологическим мусором, да, на земле в качестве физического тела. И просто убирает нас, потому что нужно освободить место для другой души, для того, чтобы она пришла и могла реализовать. Потому что есть процесс эволюции на земле, в нашей солнечной системе. Все должно строиться вот на эволюционных процессах. Если ты не можешь, значит, освободи место другому человеку. Поэтому люди, которые могут что-то дать, люди, которые чем-то владеют, они обеспечивают информационное поле, значит, нашей земли той информацией, тем инструментом, который непосредственно дает другим людям развиваться. Развиваться, развиваться и выходить из проблем. Если, опять же, с другой стороны, не умеете, то есть не можете, но хотите, это уже полубеды. Желание, то есть когда есть желание у человека, это желание всегда, как, знаете, путеводная звезда такая. Она ведет человека и выводит его на определенный уровень, когда он находит нужных специалистов. Но если нет желания, то тут уже никто не поможет. Даже сам Господь Бог спустится к вам и скажет, давай я тебя восстановлю. Если нет желания, то это, знаете, потеря уже вот этого внутреннего механизма, мотивации, жизненной силы, для чего, почему я вообще должна это делать. И человек просто уходит. Поэтому я считаю, что как бы результат, да, наверное, от непосредственно прохождения этого курса, тем более мы говорим о том, что этот курс, это не просто курс, да, это техника, регрессивно-голографическое исцеление, это то, что непосредственно работает с нашим подсознанием, это то, что непосредственно восстанавливает работу подсознания с ДНК. То есть молекула ДНК, она восстанавливает связь с подсознанием, потому что мы начинаем работать очистительно, да, с подсознанием, ликвидировать некие голографические структуры, которые проявляются в причинах заболеваний, генетические, кармические, приобретенные. Мы решаем вопрос, который касается, а значит порч из глазов, это то, что является неким таким, знаете, мустером энергетическим на нашей ауре, и как некий искусственный нейрон фактически программирует нашу систему на неправильную работу. Мы его убираем, ликвидируем. Это то, что дает очистить наш, то есть это инструменты. Если вы не готовы двигаться в этом направлении, никто вас не заставит однозначно. То есть у нас 10-11 запускается этот курс февраля, поэтому у нас еще есть время подумать. Если вам это интересно, пожалуйста, значит что мы имеем? Мы имеем, если вы покупаете пакет, значит первый, это касается болезней, это 4,5 тысячи рублей. Голд, пакет Голд, это первый этап, вы можете ознакомиться с ним. Значит, Саша сейчас кинул это на сайте, в чате, вернее сайт, вы можете ознакомиться с программой прямо на сайте. Платинум, это 9,900, вы получаете абсолютно все этапы, 1, 2, 3, это 6 мощных мастер-классов с 12 техниками, там куча-куча всего. И ВИП, это непосредственно 15500, то что вы получаете в качестве трех основных этапов, плюс вы еще получаете диагностику всех видов болезней, то есть причинно-следственные процессы заболеваний, потом одержимости, всех порчей, проклятий и получаете рекомендации. С возможностью, если там допустим мы договариваемся, можно работать индивидуально уже после непосредственно прохождения. Но это уже другая совершенно цена. Вот, то есть, D4500 это первый этап, платинум это 9,900, получается три этапа, и ВИП-15500 это уже непосредственно с моей диагностикой. Диагностирую всех после первого-второго занятия, полностью по фотографиям, значит, расписывая вам, значит, диагностику, что я вижу, как поступить, то есть полностью расписывая все то, что я увижу и как с этим нужно будет работать. Вот как-то так, друзья. Так, добавляйте в социальных сетях, пожалуйста. И сейчас, ну в принципе у меня уже все. Какие у вас будут вопросы касательно сегодняшнего вебинара? Что вы сегодня не узнали, что узнали? Смотрите, вообще эта тема, это же, понимаете, целая наука. Для того, чтобы ее понять, это не один час нужно непосредственно говорить о тех или иных вещах, которые касаются нашей жизни в целом. Это час времени, мы сегодня поговорили. Вы же знаете, любой вебинар это то, что дает поверхностный уровень информации. И естественно глубина, опять же, с другой стороны, почему на вебинаре должны даваться глубинные знания? Не должны даваться на вебинаре. На вебинаре должны даваться знания, которые, ну как минимум, притягивают человека к направлению, к методике, к каким-то ресурсам. То есть заинтересовать должны. Может быть ему это не нравится. Глубина это непосредственно уже практика. Это как в йоге. Есть йога, теория, есть практика. Если человек не практикует, он не сможет утвердить ту йогу, ту концепцию, ту конституцию, на самом деле, самой йоги, для того, чтобы ее перевести уже в практику. Понимаете? То есть сама теория это расширение сознания. Практика это уже непосредственно адаптация. Поэтому все мои курсы, они так и выглядят. И добро пожаловать. Я считаю, что мои курсы все достойные. Все информационно наполненные. Я не знаю ни одного человека, который бы сказал после моего курса, та какая-то ерунда, так мало всего, там какая-то такая поверхность. Я это ждала. Все люди. Четыре часа бывают у меня идут мастер-классы и на одном дыхании. Вот есть люди, которые сейчас там, Анна Ромухашина, там, да. Люди, которые уже по восьмому, по десятому разу у меня занимаются. Люди, которые были на моих семинарах. Они могут подтвердить, что каждый раз, когда я провожу какие-то новые мероприятия, даже старые. Я к старым готовлюсь и дополняю их на процентов 30. Ну, то есть, вот этому всему нужно учиться. Сейчас на вебинаре сказать, как работают биографические процессы исцеления. Ну, да, я рассказал на прошлом вебинаре, что есть клетка, в которой существует молекула ДНК. Между молекулой ДНК и нашим подсознанием, который находится в микроканалах, существует связь. ДНК оттуда берет информацию. И какую информацию она берет, так она синтезирует белок. И таким образом, так она строит наше физическое тело. Понимаете? Поэтому, для того, чтобы сделать чистую клетку, из которой, по сути, состоит наше тело, да, из всех этих клеток, нужно что сделать? Нужно, как минимум, создать правильную коммуникацию с самим подсознанием. С самим ликвидировать, трансформировать негативные программы, которые уже не так будут влиять на работу нашего ДНК. Вот и все. Я считаю, что это лучший метод. В данном случае не у всех, а у меня. Потому что я этим методом работал только индивидуально. Я никогда не обучал этому методу. И на самом деле, он очень простой и очень интересный. Каждый мастер-класс это просто будет, знаете, хороший фильм, который вы сможете вот так вот с открытым ртом посмотреть и получить. Очень много информации хорошей. Так, так, я часто вижу на улицах, городах людей с желтыми лицами и совершенно больных. Они не улыбаются и жизнь для них в тягость. Если бы они начали заниматься собой или просто посмотрели бы это видео. Елена, понимаете, мы делаем большую ошибку. Мы не имеем права говорить этим людям о том, что вот посмотрите видео, нужно измениться. Все в пределах роста. Люди, которые вот так вот себя ведут, они еще не отстрадали. Подобные процессы, которые связаны с, возможно, с болезнями, возможно, неправильным пониманием. То есть, они должны это пережить. Процесс эволюции роста души заключается в том, что она должна самостоятельно к этому прийти. Например, я в 23 года своих, да, и я вот вдруг почувствовал некую потребность в совершенно других тонких знаниях. И я обратил внимание на свое будущее такое недалекое и где-то как-то нарисовал его с перспективой на то, что я делаю сегодня и что будет завтра. Мне неинтересно это было, понимаете, и я прям вдохновился каким-то таким, да, я уже с 91 года засматривался на Абхадавадгиту, засматривался на какие-то там, значит, книги, которые касаются магии. Но тогда в 90-х вообще не было литературы. И я читал Библию тогда. То есть, я как бы приобщался, но интерес к этому проявился в 23 года. И таким образом, мгновенно эта волна поднялась, она привлекла соответствующих людей, учителей, которые пришли в мою жизнь и дали мне все то, что должен был получить на том этапе. Я привлек, я захотел, но если мы не стучимся и входим, значит, и ломим, врываемся в пространство человека и рассказываем, как ему правильно жить, мы только вредим себе и их полю. Нельзя так делать. Это наше эго, проявление нашего эго. Так, практика дает видение. Ну, смотрите, видение какое? Ясновидение. Ясновидение нужно проходить отдельное обучение. Но абсолютно все практики, которые в этом курсе, они будут даваться через визуализацию. Потому что там же идет исцеление восьмю планетами, отождествление им солнцем. Да, это все, эти лучи нужно будет визуально проявлять в себе. Это и есть то, что, возможно, является начальным элементом ясновидения. Понимаете? То есть, я вообще скажу вам так, что кто обучается ясновидению, это уже осознанный процесс. Но в основном ясновидение открывается тогда, когда нужно. Понимаете? И оно открывается тогда, когда человек созрел для определенных процессов. И самое главное, он точно может сказать, для чего ему это нужно. Потому что очень многие люди, знаете, говорят, вот я бы хотел бы исцелять людей. Я бы хотел бы видеть их не ауры. Зачем тебе это? Вот представь тебе сейчас ситуацию, завтра у тебя стоит, допустим, 30 человек на пороге. Что ты им будешь давать? Вот, допустим, я пришел к тебе первый клиент и говорю, слушай, у меня, например, вот такая болячка. Что ты будешь делать? Человек сидит и думает, действительно, что я буду делать? Он не знает ничего. Он не знает, как информировать этого человека. Я говорю, вот. То есть, все должно приходить вовремя. Если вы готовы внутри, сознательно, то придет момент, когда откроется ясновидение, ясновидение, которое даст вам возможность уже непосредственно реализовать свои знания. И придут люди, которые непосредственно будут получать эти знания. А когда вы, там, путем каким-то, не знаю, мантр, каких-то пений, там, не знаю, кто-то там вам подшаманил, открыл ваш третий глаз, и вы вдруг открыли. И, понимаете, коррекция третьего глаза очень, очень серьезная вещь. Если вы открываете глаз третий и начинаете видеть те вещи, которые вы не заказывали, это обычно происходит, открывая, значит, слуховые какие-то процессы, которые касаются яснослышания, ты начинаешь слышать голоса людей. Вот это безумие, понимаете, это и есть то, что открывается принудительно. То есть, все это открывается самостоятельно, когда происходит духовное созревание. Когда человек начинает видеть, значит, картины разных параллелей, он может с ума сойти, потому что он сильно открыл третий глаз. Все должно приходить вовремя, понимаете. Я хочу видеть, я вижу. Я не хочу видеть, я не вижу. Вот это и есть сознательный контроль этих процессов, которыми я владею. Противно в случае, когда бессознательно это открываешь насильно, все, это разрушительные процессы. И, кроме того, это может закончиться еще смертью. Если человек открывает насильно энергию, которая касается энергии Вселенной, это кундалини, которая поднимается в тебе. Если она пройдет через все твои центры и найдет какие-то блоки в твоих меридианах, в твоих центрах, или, допустим, какую-то болезнь, возможно, или что-то, какой-то дефект в физическом теле. Ты просто можешь или с ума сойти, или сгореть в этой энергии, понимаете. То есть, смерть однозначно может произойти. Это очень серьезные вещи. Я всегда к ним относился очень осторожно и считал, что лучше я самостоятельно. То есть, это способ, как говорится, экологически чистый духовного развития, который, в конце концов, когда из тебе надо, приведет тебя к открытию тех качеств, которыми ты будешь владеть для того, чтобы помогать. А не для того, чтобы рассказывать о том, что вот у тебя там открылся третий глаз, давайте бегите ко мне, я тут вас буду диагностировать. Это неправильно. Все это открывается тогда, когда в тебе проявляются правильные знания, нужные знания, которые ты можешь отдавать. И третий глаз тебе нужен для чего? Для того, чтобы диагностировать, чтобы помогать людям. Это, как бы, знаете, помощь тебе для того, чтобы, кроме того, что ты можешь психологически, энергетически человеку помочь, ты еще и видишь. Это облегчает, как говорится, вариант диагностики. И точно ты, как бы, точно попадаешь в причинно-следственные процессы. Супер вообще. Вот так вот, друзья. Поэтому я всех вас приглашаю на обучающий процесс. Вот такой темы у нас еще никогда не было. Эта тема очень важная, потому что мы затрагиваем самые важные вопросы в нашей жизни. Это здоровье. Это тема энергетической коммуникации тела и нашего ума. Ну и, естественно, те формы одержимости, о которых мы будем говорить 30-го числа, тоже тема очень интересная. И, как я уже говорил, квалифицированные специалисты, которые на самом деле очень много знают и всю жизнь занимались строительством, говорят, что 85% населения людей – это одержимые люди. Начиная с самых обыкновенных форм одержимости, когда ты не умеешь контролировать свои эмоции. И доходя до одержимости сущностями, которые, по сути, и создают очень большие проблемы, которые касаются и психического самочувствия человека, и физического. То есть, все психбольницы – это все полностью нужно лечить экзорцизмом, а не психоанализом или психотерапией. Психотерапия – это самые хорошие люди, люди, которые действительно находятся на рубеже и тонкого, и физического мира. Именно психиатры, те, которые просто кроме диагнозов и таблеток больше ничего не знают. Ну, как бы, не все. Я имею в виду, что в основном те, которые, вот, как бы, люди, те, которые, психиатры, которые понимают процесс вот этого, знаете, образования тонких субстанций, которые как-то вот влияют на поведение человека, это люди, которые не могут работать в системе, их система выживает, или они сами выходят, уходят, или их увольняют, потому что их энергетика уже, ну, как бы, находится в конфликте с системой, с этим эгрегором. Вот, и они не выдерживают вот этого вот каждодневного маразма, который они слышат, они уходят. Или это самостоятельно какие-то хлеба, да, или все-таки как-то начинают уже по-другому себя вести и жить, или изучают другие какие-то способы помощи людям. Ну, то есть, я таких многих знаю. То есть, они не выдерживают вот этого, знаете, этого энергетического мусора, тот, который уже веками, как говорится, был адаптирован, ничего нового. Диагноз, таблетки, диагноз, таблетки, диагноз, таблетки. Никто не может понять вообще работу псих самого подсознания в рефлекторных каких-то процессах, поведенческих процессах человека. Не может понять люди, что есть тонкая составляющая, которая управляет нашим физическим телом. Ну, к большому сожалению, это так. Рассрочка, Светлана, это как раз вот, ну, допустим, мы начинаем обучаться, проходит пол процесса обучения, и потом нужно будет платить следующую часть. Так, али хотел бы купить хотя бы один курс, но в рублях не так дорого, но в тенге в шесть раз дороже. Ну, я понимаю, понимаете, ну, есть же курс, понимаете, какой-то. В гривнах тоже другая цена совершенно, в долларах другая совершенно, понимаете. Поэтому тут, я же, вы поймите, я не плачу в тенге, значит, за рекламу везде, в ютубе, в фейсбуке, везде. Я не оплачиваю ресурсы, я не плачу своим помощникам зарплату в тенге. То есть, некоторые в рублях, некоторые в долларах берут, понимаете, некоторые в гривнах. Поэтому здесь идет расчет, исходя из затрат. Проект должен окупаться, понимаете. Для того, чтобы все это, если я, например, записываю медитации, то звукорежиссер, он берет в гривнах, и тут в тенге он не возьмет. Узнал, что излечиваться надо энергией. Ну, смотрите, вы узнали, что лечить порчи или, допустим, сглаза нужно энергией. То есть, энергии, то есть, это соответствующие продукты. То есть, они находятся на определенном уровне энергетическом, где энергия одна, может трансформировать другую. Если мы говорим, допустим, о болезнях, то болезни тоже лечатся энергетически. Но, опять же, путем осознания причинно-следственных процессов. У любой болезни есть психосоматика, есть нарушение. Есть то, что, вот прослушайте мой вебинар 26 числа, который мы проводили, он тоже есть в социальных сетях. Вы можете его прослушать. Три часа вебинара, где я объясняю всю схему, как рождается заболевание. Как оно влияет на иммунную систему, как влияет на гормональные процессы. В конце концов, какие болезни появляются, исходя из, значит, движения по всем чакрам. Допустим, первая чакра, какие болезни, вторая чакра. И вы поймете, что обыкновенная обида, страх, там, допустим, или злость, которая системно проявляется в нашем уме, значит, нарушает целостность, во-первых, сначала это происходит коррекция в наших чакрах, потом органы недополучают энергию, потом наш мозг в лице гипоталамуса неправильно считывает эту информацию с ошибками, затем он дает неправильные рекомендации по контролю иммунной системы, дает неправильные рекомендации по контролю эндокринной системы, и таким образом гормональные процессы иммунной системы начинают страдать, и рост патогенной флоры начинает расти, мутируются клетки, и все, что является патогеном, там, грибки, да, вирусы, это все начинает проявляться. Вот то же самое сейчас, китайский вирус, друзья, то же самое, понимаете, это эпидемия страха, это не эпидемия коронавируса, понимаете, это страх. Нужно лечить, лечить коллективный страх, а не вирус. Вот тогда будет все в порядке. Все вирусы, все эпидемии на сегодняшний день за всю историю Земли, это страх. Эпидемический страх, коллективный страх по отношению к будущему. Будущее у людей на сегодняшний день, оно не перспективное, поэтому если в Советском Союзе у нас так, школа, училище, институт, работа, перспектива, квартиру дали, там, зарплата будет, значит, все хорошо, то есть есть какая-то перспектива. Здесь ничего нету, понимаете, совершенно никакой перспективы. Все нужно самостоятельно, самостоятельно, самостоятельно. Поэтому этот эпидемический страх вызывает, значит, происходит некая мутация на информационном уровне программ, которая в свою очередь уже мутирует определенные виды вирусов, которые, то есть раньше те вирусы, которые были, они уже могут уничтожаться, да, какими-то там препаратами. Но сейчас этот вирус, он как бы новый, потому что он является каким-то новым видом страха коллективного. И именно вот это нужно, вернее, с этим нужно бороться. Именно эпидемический страх, коллективный страх, начиная с семьи, заканчивая, значит, предприятиями, школами, чтобы везде были какие-то социальные программы, которые бы обеспечивали сознание людей каким-то будущим, чтобы они наставляли, мотивировали. Потому что люди находятся в своей маленькой резервации, в своем квадратном пространстве, метре, да, работа, дом, работа, больше ничего нет, социальные сети, телефон 24 часа в сутки, все. Это, понимаете, это реальный катаклизм сознания, нет развития какого-то особого. Вот поэтому люди социально неадаптированные, они боятся своего будущего. Что будет, если телефон заберут, что будет, если, допустим, с работы выгонят, все, это шок. И таким образом эта эпидемия страха проявляется в том, что на физическом уровне начинается мутация новых видов вирусов, которые поражают уже иммунную систему и наш организм не справляется. Вот и все. Все очень просто. Вот я вам ответил на ваш вопрос, коронавирус. Это не порча. Друзья, порча, все эти манипуляции, они имеют совершенно другие качества, да, энергетической зависимости. То есть эта симптоматика, она может быть одинаковая, да, но вирус, то есть сама порча, она никогда не была в контакте именно с вирусами. Это всегда мутация, которая происходит. Сначала это процесс, который связан с энергетической системой, где энергетическая система не способна, значит, воспроизвести должное количество энергии. Запомните раз и навсегда, должное количество энергии. Те органы, например, манипура, да, солнечное сплетение, недополучают энергию. Наша система ЖКТ, то есть все органы желудочно-кишечного тракта, недополучают эту энергию, что происходит. То есть, когда недополучает организм энергию, он окисляется. Окисление, закисление организма, это и есть вот это болото, в котором начинает мутироваться абсолютно вся патогенная флора, которая вчера еще была в щелочной среде, парализована своими действиями, да, потому что чистенькая водичка, все было экологически чистое. А сейчас, когда нету, вот в болото, да, углекислогаза много, кислорода мало. Да, вот когда вот болотистая местность. Когда мы говорим о физическом теле, то же самое. То есть, заболачиваемость, да, это окисление организма. Это значит, это говорит о том, что нет правильного, то есть должного количества кислорода, а вместе с ним, вместе с кислородом, мы получаем еще через дыхание прану. Если мы много эмоционируем, то наше дыхание сбивается, и мы недополучаем эту прану, и эти органы находятся в таком, знаете, реальном энергетическом дефиците. И что, в свою очередь, вызывает уже непосредственно вот эту мутацию, понимаете. То есть, окисление организма, вот эти все спящие бациллы, которые спали все это время в щелочной среде, они вдруг открывают глаз, и вдруг видят, что, о, среда, такая, ну, хорошая среда, где можно развиваться. И они начинают развиваться. И все, и вот в этой среде начинают уже проявляться и вирусы, и бактерии, и грибки, и все, что хотите. Видите, начинается мутация. Поэтому, в первую очередь, нужно следить за эмоциями, за вдыхаемым, значит, воздухом, то есть мы должны правильно дышать сбалансировано. Вот, ну и в то же время, это, конечно же, процесс, который связан с правильными какими-то взглядами. Это все то, что является гарантией на то, что мы не подхватим эту гадость. Почему в прошлом, там, в истории, эпидемия косила одних, а вторые выживали? Почему врачи выживали? Потому что им не было времени думать о страхе, что они заболеют. Страх поражает вот все эти процессы, которые связаны со всеми болезнями. Страх – это начало всего. Так, неуверенность, низкая самооценка создают болезнь. Ну, понимаете, неуверенность, низкая самооценка, на самом деле, это, это, вот, ничтожное количество тех негативных качеств нашей личности, которые существуют. У нас более 150 негативных эмоций, друзья, 150 негативных эмоций. И все они, все они имеют свою вибрацию в зависимости от того, как они могут проявиться, или как мы даем возможность им проявиться в социуме. Есть обида, которая, допустим, проявляется в течение пяти минут, мы обиделись, потом вышли из этой обиды и все, ну, как бы восстановилось, да. А есть обида, когда люди годами, десятилетиями обижаются на кого-то и таким образом создают в себе необратимые процессы, когда обида вызывает любой вид онкологии, понимаете. То есть, мы сейчас говорим о том, что любой вид эмоций – это как реостатик, мы им двигаем через наш выбор. Он может быть, раздражение может быть вспышкой, да, такой там, как вариант на то, что мы кого-то или что-то не можем принять. Но это раздражение может систематическим быть, подсознательным, постоянным, вызывающим уже в желудке сначала гастрит, потом язву, потом это перерастает уже в опухоль. То есть, вот эти вот процессы, они, понимаете, перерастают в зависимости от системы переживания любых эмоций, наше физическое тело как бы адаптируется вот к этой вибрации. Я уже на прошлом вебинаре говорил, то есть, мы на физическом уровне – это энергетическая матрица, где каждый орган находится в каком-то определенном режиме работы. Минимум 45 герц в секунду – это положительные вибрации, которые создают условия для того, чтобы организм, наш организм, нормально себя чувствовал. Но если вибрации падают ниже, уже, чтобы понимали, уровень где-то, так, 37, 37 – это уже уровень начала онкологии. 20 и ниже – это уже, ну, серьезный уровень, когда прогрессирующее заболевание. На уровне 0,9, 3 герца в секунду – это такая, это такая ничто, не то, что ничто, что сильная в энергетическом плане волна, но негативная, которая способна жечь человека. Если вы находитесь в 0,9, допустим, герц в секунду в волне ненависти в течение двух часов, все ваше тело сгорит. Это как будто, знаете, вы находитесь рядом возле мощного какого-то электрического источника, который излучает очень мощные электроволны, которые вы не выдерживаете просто, понимаете? Вот поэтому вот это все перенастраивается, наши эмоции перенастраиваются, если мы системно переживаем, эта вся матрица меняется, вибрации меняются. Допустим, да, если мы обижаемся редко, то это не системный подход, она появилась, обида, потом раз, трансформировалась в радость, там, допустим, да. Мы перелистули, там, допустим, страничку какого-то дня, сегодня уже радостно, вчера было грустно. Но если эта система, эта система поведения человека, он убежден, что это единственный вариант вот так себя зарекомендовать, то подсознательно он всегда будет переживать подобные эмоции, которые в конце концов меняют программу каждого органа, и все, человек начинает болеть. Так вот, это вот сама, значит, техника голографического исцеления, она работает с тем, чтобы выявлять на подсознательном уровне вот эти вот дефективные, деструктивные программы, вот. И мы не будем их видеть, мы не будем, мы просто будем создавать через технику элемент движения света, который будет, значит, по принципу, вот как, допустим, есть на рыбалке поплавок, да, это болезнь. И у поплавка есть леска с крючком, да, вот именно эта энергия будет беспрепятственно находить, значит, связь между болезнью и ее причиной и трансформировать ее. Мы даже не будем знать, где, что, какая ситуация, это уже не психотерапия, это есть космическое целительство. Вот, поэтому очень эффективная техника, способна работать не только с приобретенными заболеваниями, но и керамическими, генетическими, и это очень важно. Владея таким механизмом, вы можете себя исцелять, раз, обучать других людей этому исцелению, ну и помогать, как говорится, другим людям, чтобы они исцелялись. Вот так вот. Запись будет, конечно, 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 конечно. Энергия любви, энергия радости, оздоровления человека. Ну, вы же понимаете, что это очень банальные вещи. Это, конечно же, супер, это, конечно, хорошо, но где же взять эту любовь, где же взять эту радость? Если мы понимаем любовь и радость, любовь, как вот мы понимаем, любовь. Есть человек, которого мы любим. На самом деле, если разберемся, 98% людей не умеют любить. Почему? Потому что они любят за что-то. Они привыкли к этому человеку. Представьте ситуацию, вы любите человека 20 лет, вы любите с ним проводить время, у вас с ним дети, у вас общие какие-то, да, семейные там взгляды, ну полностью все. И вам вот просто даже вот молча, вам кайфово с ним сидеть рядом. Что произойдет, если этот человек через 20 лет раз там изменил вам? Ваша любовь превратится в ненависть. Гарантия. Единицы скажут, они могут сказать, но то, что они почувствуют, это совершенно другое. Что нет, мы его отпустим с легкостью, это все ерунда. Вы можете говорить, но чувствовать совершенно другое. То есть ваше сознание говорит, я отпускаю тебя, любимый, иди куда хочешь, это твое право выбора, но внутри там прямо пилорама включилась и пилит вас. Вы его ненавидите за то, что он перечернул 20 лет совместной жизни. Так вот, это не любовь, это привычка, это привязанность, понимаете? Любовь, это вот что такое любовь. На тебе мою любовь, будь счастлив. А предрассудок, это то, что, например, выглядит так. На тебе мою любовь, сделай меня счастливым. Вот это предрассудок. И так живут 98% людей, которые именно так путают любовь с самим предрассудком, понимаете? Поэтому радость, если вы умеете радоваться как состояние вашей души, это вам большой респект. Вы очень духовный человек, потому что радость, она зависит от чего? От того, что есть наличие каких-то продуктов, ситуаций, процессов, которые могут вызвать у вас радость. Если этого нету, если все плохо, как вы будете радоваться? Понимаете, что вот 98% населения Земли именно так живут, радуются потому, что есть то, чему можно радоваться. Если нет чему радоваться, от чего мы будем радоваться или благодаря чему мы будем радоваться? Так вот, духовное развитие или знание духовное, это то, что дает возможность радоваться беспричинно. Это твое состояние. Ты уберешь все, свои личностные качества, свои какие-то личные привязанности и будешь радоваться, потому что ты я есмь. Ты творец, понимаете, ты то, что невозможно объяснить, только можно почувствовать. Вот это и есть способ просветления. Но все остальное это причинно-следственные процессы. Обижаемся тогда, когда есть чему обижаться, радуемся, когда есть чему радоваться, понимаете? То есть мы чувствуем себя хорошо, потому что возможно вчера хорошо заснули и все было вчера хорошо. Но вдруг нам кто-то испортил звонком наше настроение и мы уже перешли из фазы хорошо, фазы что-то плохо, понимаете? То есть если нет особого контроля, если нет дисциплины, нет понимания, то нам будет тяжело вообще сосредоточиться на том, что хорошо, что плохо. Мы будем абсолютно подсознательно действовать в различных ситуациях в зависимости от того, как мы всегда действовали. Если наш ум не знает, как действовать в состоянии новой ситуации, он всегда будет действовать так, как он действовал вчера и позавчера. Через обиду, через злость, раздражение, критику, претензию, понимаете? Сознание понимает, оно читалось в книгах, что так нельзя делать, негативные эмоции плохие. Сознание начиталось и оно хочет чего-то, но оно ничтожное. Понимаете, оно не то, что ничтожное. Опыт сознания в проявлении того, как оно хочет, очень ничтожное, то есть очень маленький опыт. А подсознание это вся наша жизнь, как минимум, понимаете? И вот подсознание говорит, да нет, я знаю, как лучше поступать. Обижайся, у тебя это хорошо получается, раздражайся. А подсознание не знает, как по-другому. Только так оно проявляет себя. Поэтому это все, понимаете, вещи, которым нужно обучаться. Это то, что является нашим прошлым и может стать или будущим. Но если мы на этом этапе создадим какой-то процесс обучения, внедрение каких-то качеств, изменение своего сознания, то вот это, что сегодня есть, оно может трансформироваться и наше будущее станет совершенно другим. Понимаете? Вот, поэтому я, допустим, я в эзотерику тоже пришел не идеальным, друзья, совершенно. У меня было много раздражения, у меня было много обид. Ну, то есть это все из детства. У меня не было идеальным детством, да. У меня были моменты очень много, которые такие, знаете, подвисшие состояния, но мне пришлось с этим работать. Поэтому, как только я начал заниматься эзотерикой, я в первую очередь, что я делал в первую очередь? Я не занимался открытием третьего глаза. Я не занимался тем, чтобы как-то там читать или там петь мантры. Я занимался тем, что каждый день у меня есть, значит, моя жизнь, люди, ситуация. И я себя проверял на вшивость по отношению к тому, как я реагирую, как я к ним отношусь, что я говорю, как я действую. Как только я 7 месяцев позанимался эзотерикой, медитацию провел, потом меня раз в жизнь в Чехию направило. Надо было отдавать долги от рестораторского бизнеса. Поехал 8 месяцев работал на стройках. И там я жил с людьми, у которых ценность только деньги, понимаете. Они готовы тебя предать, они готовы тебе там, не знаю, там, ну, все, что хочешь ради денег. Поэтому 8 месяцев я работал на стройках, я общался с такими людьми и проверял себя. Как я могу с ними вот ужиться, да, как я могу их понимать, как я могу их услышать, да. Легче всего критиковать и говорить, да, они все подонки. Нет, на самом деле нужно было понять каждого человека, его функции, почему он приехал, какая его беда, какая причина привела его именно вот сюда, в Чехию Республику на стройках работать. Ну, то есть все нужно было это понять и таким образом я постепенно вымывал, трансформировал те гадости, которые вчера, возможно, еще могли бы проявляться как претензии к этим людям. А когда ты начинаешь менять свою оценку по отношению к ним, эта старая форма, она трансформируется и вместо старой уже появляется сочувствие, понимание, радость какая-то, да. Ну, то есть вот это вот нужно воспитывать себе. И это есть духовная зрелость. Именно эта духовная зрелость дает знания двигаться дальше, открывать третий глаз, открывать ушки свои яснознания. То есть это все то, что проявится в нужный момент. Почему пошли неожиданные смерти подростков? Шел, встал и внезапно умер. Причина об родителях. Смотрите, ну тут очень все невозможно вот так вот сказать, прям, да, шел, упал, там, умер. Много смертей, опять же, жизнь настолько насыщена, что у нас очень много травм сейчас, очень много травм. Люди, молодые люди, постаршие, по-своему переживают. Нужно понимать, что с 2010 года пришли новые дети, альфа-дети. Это дети совершенно другого склада ума, это дети, которые не принимают нашу эту пищу, которой мы питаемся. Это дети абсолютно информационные касательно вот этих вот, да, новых технологий. Они уже, они еще не ходят, они уже в ютубе, понимаете, они уже там. То есть это новые совершенно дети и, конечно же, те люди, которые, ну как бы, занимают эту нишу физическую, не выполняя свои какие-то функции, они очень быстро ходят. Сейчас время такое скоротечное, да, что его нельзя сравнить с 90-ми годами, там, с 80-ми. Это время, когда ты, не выполняя какие-то задачи, останавливаешься, топчешься, переживаешь, там, депрессия, меланхоличное состояние, там, нежелание, отсутствие мотивации. 5-6 лет пробыл, 10, потом начинается необратимый процесс, и потом тебе только раз со сцены, и ты ушел, понимаете, через сердечный приступ, через несчастный случай, там, непонятно, через какие-то там вещи, через аварии. Вот, и приходят на смену, на твое место приходят другие дети, которые могут поднимать цивилизацию и брать ее, то есть взять и тащить ее, потому что мы нуждаемся сейчас в новых поколениях, понимаете. То есть сейчас каждая ниша на земле, каждая вот физическая ниша, пребывание на земле, она очень драгоценна. И нет времени тратить время попусту на какие-то свои там личностные там переживания, трагедии, потому что сейчас все очень быстро развивается, понимаете. Вот, поэтому не успел, не сделал, не создал, не, значит, не проявил там что-то, не реализовал свое предназначение, ушел. На смену пришел другое поколение, которое заняло твою нишу и успешно будет двигать эволюцию вперед. Вот в чем суть. А это как бы общее, да, такое тезисное. Но что касается уже непосредственно вашего вопроса, ну тут нужно разбираться, понимаете. Почему так происходит? Конечно же, это, ну опять же, не случайность. Это может быть или болезнь какая-то, да. Это может быть действительно, очень много есть моментов, когда дети уходят в раннем возрасте, для того, чтобы поднять рот на более высокую ступень, потому что рот немножко погряз в каких-то, ну, образно говоря, грязных схемах или грязных энергиях, и рот не развивается, нет тенденции к росту. Поэтому в таком роду есть смерти в детском возрасте, да, в возрасте, когда родители еще живы, только потому что есть невыполнение определенных обязательств рода. И поэтому люди уходят очень быстро. Так, а что же вы сейчас не услышат человека, даже не попытались удалили из чата? Леонид, я никого не удаляю, поверьте. Я сижу и общаюсь, видите, мои руки вот здесь вот. Есть помощники, которые сейчас в данном случае занимаются очисткой, понимаете, потому что это очень важно. И вопрос не ко мне, вопрос моим помощникам, почему удалили. Если не удалили, значит, была на то причина какая-то. Ну вот такая вот информация. Об этом, друзья, можно говорить долго. Что касается того, что происходит на Земле, у каждого из вас куча вопросов наверняка. Но все эти вопросы решаемы, понимаете. У меня тоже когда-то были вопросы, но как-то вот время приходит, когда ты стремишься к знаниям, ты развиваешься, и ты понимаешь, что все вопросы находятся на одном и том же уровне с ответами, понимаете. То есть, когда человек не получает ответ, значит, он не способен увидеть этот ответ. Ответ приходит в тишине. Ответы любят тишину. Ответы любят гармонию. Если нет гармонии, если есть постоянный страх, если есть какое-то такое, знаете, неудовлетворенность жизни, то ответы мы ищем на стороне. Мы ищем у других специалистов, в книгах. Мы ищем в интернете. Поэтому я всегда считаю, что ответ и вопрос-ответ это, как бы, знаете, две стороны одной копейки или медали. Это вопрос, а это ответ. Но, опять же, это только в спокойствие можно получить этот ответ. Поэтому в моей жизни, что касается ответа, все в порядке. То есть, я не нуждаюсь в ответах, которые могу получить, допустим, у кого-то. Как-то вот в последнее время, последних там, не знаю, 12 лет, наверное, точно, я получаю ответы, исходя из того, что у меня есть определенные, как бы это сказать, ну, определенные наработки, вхождение в измененное состояние сознания. И постоянное состояние баланса, да, в котором ты находишься, дает тебе возможность получать ответы. То есть, бывает такое, что ответ приходит мгновенно вместе с вопросом. Ты еще не успел сформулировать в своей голове вопрос, как уже приходит ответ, возможно, не конечный, возможно, он, как бы, изначально, да, до половины вышел, да, но потом приходит уже, как бы, хвостик. Поэтому, вот так вот, я считаю, что все доступно нам, просто мы должны изучить свою личную жизнь через определенные механизмы, баланс, гармонию, культуру, для того, чтобы все это потом начало работать на нас. Не мы на это работаем, а чтобы это начало работать на нас. К нам пришли, дали, нам показали, нас услышали и приняли. То есть, когда мы целостные, сбалансированные, то пространство начинает работать на нас, понимаете? Оно нам предлагает, оно нас ведет. Мы только корректируем эти процессы, движемся. Но когда это не происходит, то мы пытаемся из пространства вытянуть нужную информацию, нужное действие, но у нас не получается. Пространство молчит, оно нас не слышит. Почему? Потому что в этот момент, когда мы эмоционируем, мы слышим только себя. Эмоции – это эго. А эго – это, ну как бы, личностное переживание своей жертвы, своих каких-то качеств, понимаете? И мы видим и слышим только себя. Как только наше сердце начинает видеть боль другого человека, мы затряем внимание на ситуацию других людей и хотим им помочь, вот тогда пространство тоже начинает видеть нас и говорит, о, ему нужно помочь. К нему нужно подойти, к нему нужно направить, потому что он делает такие подобные вещи. Поэтому если вы хотите, чтобы пространство вас услышало в лице ответов, возможностей, надо услышать каждого человека, который к вам приходит с просьбой, с какими-то идеями, за помощью. Вот тогда пространство тоже будет нас видеть, слышать и будет нам давать все, что мы, вернее, в чем мы нуждаемся. Так, вопрос. Как защититься от сглаза, от порчи? Елена, для того, чтобы защищаться от сглаза и порчи самостоятельно, нужно, как минимум, развивать себя настолько, чтобы твое поле энергетическое стало недосягаемым. То есть, если твоя аура, если, значит, твое поле выше анахаты, да, то есть это адаптированная уже вибрация, ты находишься постоянно в этих вибрациях, то практически тебя уже тяжело прошибить на уровне первых трех центров. Если ты живешь, если твоя адаптированная вибрация уже выше, там, вишутха, ажна, да, ты уже очень крутой, потому что твоя аура уже синяя, голубая, это уже высокие духовные вибрации. Понятно, что тебя могут зацепить, если твои низы, как говорится, вот это вот, значит, Муладхара, Манипура и Сватхистана, это низы, которые касаются нашего подсознания. Если там нет соответствий, гармонии, если там что-то не дожито, не пережито, то, естественно, вот эта часть этой, значит, не пережитой, неосознанной энергии, она будет всегда цепляться за эту грязь астральную, которая может проявляться в этих манипуляциях. Вот. Но с другой стороны, с другой стороны, опять же, если бы, допустим, брать в учет, опять же, ну, понятно, что духовный рост – это нечто не быстрое, не спонтанное, это время, время для роста. Поэтому я же вам и предлагаю учиться, учиться для того, чтобы ставить защиты в восьми, то есть защиты восьми планет. У меня есть же материалы, есть у меня курсы по защитам, психическим защитам, личностными, рода семьи, помещений, они записаны как медитации. Но этот курс дает возможность работать с более глубокими процессами и ставить очень сильные защиты космического плана. Это не просто там создание, вот, допустим, сходу, чтобы вы понимали, вы можете сразу утром просыпаетесь, вечером, вечером засыпая перед сном, представляете себя, как будто вы находитесь, допустим, там в каком-то таком белом тумане, вам хорошо, да, берете там в Ютубе, у меня куча медитаций есть, очистительные, берете эти медитации. Самое главное, чтобы с вечера могли как-то себя очистить. Утром просыпаетесь, ставите защиту, например, представляете, что вы как будто лампочка, вы внутри лампочки, у вас энергетическая защита. Возможно, призываете ангела-хранителя своего личного и просите его, чтобы он всегда был с вами. То есть очень много моментов, которые касаются защиты, но это ничто по сравнению с развитием, духовным развитием, потому что вы не можете всегда находиться в этих вот, на этих, рядом с этими костылями. Я их называю костыли, то есть это вспомогательные предметы, которые позволяют нам от чего-то защищаться. Защита это страх, чтобы вы понимали. Я не защищаюсь, уже долгое время, наверное, лет 15 не защищаюсь. Раньше, да, эти моменты были. Поэтому, когда мы хотим защититься, мы посознательно боимся от этих энергетических ударов. Зачем бояться? Идите, занимайтесь, курсы есть. И я вам дам все возможное, чтобы вы, кроме защиты, получили еще очень объемные знания, для того, чтобы уже, в общем-то, начать руководить своей жизнью. Так, это происходит во время медитации. Что именно, Леонид, происходит во время медитации. Так, а как защитить детей, маленьких? Дети защищаются, то есть у детей до 7 лет ауры нет. Мы ее строим. Мы, родители, строим ауру. То есть каждый слой, это практически то, что мы ему даем. Физический слой. Если ребенок в страхе живет, если ребенок постоянно видит пьяного отца, то его молотха работа слабо, ничтожная, в страхе. В этом, знаете, инстинкты, какие-то самосохранения, самовыживания. Если все хорошо, ничего нету такого, да, такого, как бы, что проявляется в страхе, хорошая семья, стабильное все, то тогда ребенок получает хорошую наработку красного цвета, красной вибрации, которая касается нижнего центра. Если ребенки до 7 лет вызывают, воспитывают какие-то эмоции, то оно проявляется в нижнем, во втором, вернее, слое, в оранжевом. И таким образом отдает ребенку сбой, где его аур к 7 лет годам, она будет непосредственно уже такая с разрывами, он будет эмоциональный. Если в семье хорошо, если хорошо его воспитывают, дают правильные установки хорошие, там, допустим, правильно воспитывают в плане убеждений, взглядов, не дают повода эмоционировать, то, естественно, ребенок формирует хорошую оболочку оранжевого цвета. И таким образом до 7 лет строим, мы как строители, как зодчие строим в своих детях вот именно эту ауру. Если мы не сбалансированы, то что мы можем построить? И ребенок такой будет, понимаете? То есть мы защищаем, мама с папой защищая своих детей, независимо от того, где они. Или они на Марсе, или они на Луне, у нас всегда с ними есть связь. Мы их защищаем. С 7 лет уже идет адаптация, как бы уплотнение этих, на счету 12 лет идет уплотнение этих программ, этих вибраций, да, этих цветов, как бы этих уровней. И таким образом потом уже ребенок начинает двигаться самостоятельно. Так, а где я такую информацию почитать об этом курсе? Ну, вот Саша скинул вам. Регистрация, видите? Голографическое исцеление. Александр Кузьмин. Это мой помощник, который постоянно скидывает информацию в чате. Вот, значит, ссылка, и непосредственно заходите туда, и все это изучаете, получаете информацию о том, что вы будете проходить, что вы, в конце концов, получаете. Вот, и все, и начинаем. 11-го числа у нас, 10-го, 11-го у нас первое занятие. 6 занятий, 6 занятий, 6 мастер-классов, такие серьезные, с многочисленными, ну, как бы программами, многочисленными техниками. Так, те две гниды, которые ставят дизлайки, вышли отсюда. Стыдно за вас. И я была на его практических занятиях, знаю, что это действительно такая сила, которая твоя жизнь разворачивает на 180 градусов. Ну, спасибо. А где эти гниды? Я что-то их не увидел. Дизлайки ставили. Ну, в любом случае, видите, в семье они без уродов, поэтому мы имеем дело, опять же, все, понимаете, эти люди всегда будут с нами, это нормально, я им очень благодарен. Я когда рос в социальных сетях, я всегда, сначала какое-то время я с ними сражался, а потом я понял, что они меня могут чему-то научить. И действительно, когда я начал их понимать, природу, что они делают, я начал учиться у них, и благодаря этим людям я начал, значит, смотреть на себя со стороны, на свою собственную реакцию, как я могу не реагировать или реагировать. Это самое важное. Я всегда всем говорю, не важно, что о нас говорят люди, главное, то, как мы на это реагируем. И это как раз есть-то сила духа и есть сила наших знаний, которая проявляется в этих правильных каких-то взглядах. Потому что обычно таких людей нужно смотреть, как на маленьких детей, которым год или полтора, они не знают еще, как жить, они не умеют, они проявляют какие-то свои эмоциональные качества, что-то не дали, они плачут, что-то не нравится, они тоже плачут. То есть они могут выразить свою позицию, как кроме того, чтобы вот как-то оскорблять. Поэтому вот на них нужно смотреть, как на детей, которые пока еще не достигли какого-то определенного уровня стабильности в своих знаниях. А после 7 лет уже, Ирина, это уже процесс становления, то есть до 12 лет это практически становление личности. До 12 лет происходит становление через 6 этапов развития разума. То есть социализация идет в сознание ребенка, до 12 лет он как бы личностно взрослеет. А потом уже все, идет вакуумный период до 20, до 18, до 20 лет вакуумный период. Очень сложный период подростковый, когда если вы до 12 лет не смогли создать некую авторитетность по отношению к тому, что папа и мама это не просто папа и мама, это еще друг, это тот, который может посоветовать, защитить, то тогда они начинают искать на улице каких-то людей, с которыми они тусуются, они могут посвятить им свою жизнь, они могут передать им какие-то секреты, но не нам. И это как раз большой минус всем родителям, которые они смогли на этом этапе усмотреть принцип построения воспитательного процесса. И потом люди, дети уходят на улицу и таким образом они ищут помощи там, значит, в каких-то группировках, в каких-то ощущениях, вот, потому что они не могут это найти в семье, в семье нет этого процесса, понимаете, они хотели бы, но не могут, потому что они понимают, что в семье накажут, обидят, опустят, там, не знаю, не дадут, заберут, ограничат, и вот они идут на улицу, потому что там этого всего нету, среди друзей, поклонников, там все просто, никто ничего не заберет, не опустит, не оскорбит, все равные, и вот там они ищут защиту, и большому сожалению находят неправильный путь, от которого потом не могут освободиться, вот в чем проблема, поэтому воспитание детей это самая сложная задача каждого родителя, и нужно просто, знаете, отдаться первым 12 годам, для того, чтобы воспитать достойного человека, чтобы потом этот человек ну как-то мог быть достойным в обществе, у него трезвые взгляды, у него экологически чистые, значит, мысли касательно будущего, куда, что, зачем и почему, если этого нету, все, это тяжело потом, понимаете? Леонид, давайте вы не будете вот это вот умничать, хорошо, будьте мужчиной, если вы мужчина, если вы не кто-то там, мы здесь все адекватные, мы все воспринимаем юмор, поэтому не вижу смысла какого-то, знаете, тратить свою энергию на подобные вещи, я считаю всегда, что если у тебя есть такая вот отсутствие коммуникации, иди лучше кому-то помоги, лучше вот что-то сделай полезное, потратить свою энергию именно туда, потому что ну нет смысла двигаться в этом направлении, постоянно делать из всех глупых, всех дураков, только ты один хороший и правильный. Так, друзья, ну что, так, что делать, если было физическое и моральное насилие в детстве и позже, как восстановить энергии в младхаре. смотрите, подобные вещи, они, конечно, делаются через терапевтические сеансы, то есть, возврат в прошлое, это, опять же, связано с регрессией, вот, это, в принципе, я буду давать эти техники, там же есть у нас техники, которые касаются исцеления пространства, я буду давать эти техники, которые позволят трансформировать пространство, в котором вы находитесь, то есть, это будет касаться вашей травматики внутренней, потому что любая травма, которая очень сильно, как говорится, зависла на подсознательном уровне, она до сих пор влияет на, значит, проявление какой-то болезни, то есть, допустим, то есть, есть болезнь, есть травма, которую мы до сих пор переживаем в пятилетнем, трехлетнем возрасте, мы этого не чувствуем, но глубоко подсознательно наше я постоянно это переживает, и вот, что происходит, происходит то, что, это, знаете, кукольный театр, есть куклы, которые как бы движутся, да, если, допустим, не знают люди, что эти куклы не самостоятельные, что у них есть те, кто дергает до веревочки, то, естественно, они, ну, верят в это, на самом деле, вот эти, которые дергают веревочки, это наши травмы, это наши программы, которые мы пережили в детстве, а в детстве они самые яркие, эти травмы, потому что, это знаете, как первая любовь, первое рождение автомобиля, это первый секс на первый поцелуй это все живое понимаете вот эти вот травмы подросткового периода то есть детского и подросткового они самые такие острые самые яркие потому что они самые впечатлительные и они больше всего имеют такой знаете сильной потенции больше всего влияет на происхождение в настоящем тех болезней которые мы как бы оцениваем как симптомы какого-то заболевания поэтому на этом курсе мы тоже будем этим заниматься и опять же мы говорим о подсознании все вот идет программа находится нашим подсознание мы если на реинкарнационной терапии которую я обучаю допустим мы погружаемся в определенное состояние мы выискиваем причины мы трансформируем и то здесь мы просто будем работать через исцеляющую энергию космическую энергию который будем правильно запускать и она сама будет решать вопросы трансформации то есть это и как бы знаете уже я пытаюсь постоянно каждый год адаптировать любые техники под уровень понимания и желания людей двигаться в этом направлении потому что есть люди которые хотят но ленятся постоянно это же каждый день погружаться в парах самостоятельно коучинг это куча времени то есть я делаю максимально простым и интересным метод чтобы он был то же время эффективным чтобы не было момента потому что есть люди которые не владеют визуализации им тяжело эти все вещи определить увидеть они страдают от этого поэтому здесь не совсем нужно будет визуализация здесь нужно будет осознание этих вещей которые действительно трансформируют подобные программы так ребенку 4 года она говорит мне мама пойдем медитировать хотя до этого я с этим не занимал но смотрите здесь речь идет о том что ребенок может у него может произошла очень быстрая реинкарнация понимаете возможно в прошлой жизни буквально вот недавно да там и 4 там допустим возможно 5-6 лет назад она возможно еще была при жизни каким-то мастером возможно каким-то йогом который жил в индии возможно ее хобби было медитации если 5 лет назад это нормально это 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 современное общество европа америка индия и возможно этот ребенок пришел в эту жизнь быстрой реинкарнации и на инстинктивном уровне он просто вот говорит вам о том что чувствует что знает вот он вас может научить вот как то так так получается для нашего подсознания линейные нашего подсознания линейного времени нет нет наше подсознание понимаете это с одной стороны это подсознание да где мы можем его значит сочетать с какими-то определенными процессами которые связаны с программами да там мы как бы можем сказать да она находится вот там то и там так где-то в мозгах наших да но с другой стороны это абсолютно квантовый процесс понимаете то есть у подсознание существует связь с нашей реальностью нашим умом нашими нашей памятью значит нашими рефлексами нашими мыслями убеждениями полностью нашим интеллектуальным развитием и с другой стороны вот эта совокупность наших личностных качеств постоянно контактирует с коллективным бессознательным понимаете то есть он как бы вливается в коллективное бессознательно мы можем на уровне ума разделять подсознание свое как наше личное подсознание на на уровне единого она сливается и формирует определенные уровни вибраций от низших до высших вот и все как то так но сегодня интересно мне очень нравится когда есть диалог когда люди задают вопросы когда говорят все хорошо нам нравится это не интересно это как-то знаете это как закрытие культурно дверей нас все устраивает чай был хорошие вкусные до свидания а здесь диалог приятно здесь моменты которые если вас интересуют значит вы вы его на пути вы интересуетесь вопросами это вас болит вы хотели бы это решить эти вопросы тоже меня всегда интересовали раньше но опять же знаний в жизни очень много если ты хочешь решить свои вопросы у тебя плохие отношения кроме то есть вместо того что ты ссоришься и пытаешься выделить свою личность какую-то да там эгоистическую или свою позицию в этих отношениях возьми почитаю книгу возьми пройти тренинг до по отношениям и ты поймешь что семья это это предприятие где нужно как минимум слышит друг друга потом уважать друг друга и все остальное прибудется и в этом услышание и уважение происходит некая правильная коммуникация когда и атмосфера положительная когда и детки растут нормальных отношения когда они вырастают нормальными людьми когда все ладится когда но нет каких-то знаете черных полос как ну ну очень много и да они есть возможно но где-то за пределами семьи и решается все семьей вот если ты хочешь каких-то духовных знаний то для этого нужно не сидеть и думать вот как бы мне еще там просверлить третий глаз значит открыть себе там знаю ясно слышание и ясно знание и тогда я просто буду богом нет это все ерунда на самом деле это самое это это обман реальный то есть духовное развитие как вот пишут все авторитетные источники это не твоя медитация это не твоя эрудиция это это все это да на самом деле но если говорить о сущности этого состояния твои духовное развитие это только ты относишься к людям это то как ты живешь как ты думаешь если вот есть у меня такая интересная техника вы можете даже вот просто проделать ну как бы самостоятельно вот проанализируйте о чем вы думаете когда вы что-то делаете и ваш ум подсознательно отвлекается например вы чистите картофель дома да то есть на обед там на ужин и вы же не думаете о картофеле однозначно только йоги могут наблюдать состояние здесь и сейчас вы думаете о чем-то там как прошла там как пошел рабочий день как там завтра будет но какие-то события переживаете и вы должны проанализировать словить себя на мысли не о чем вы думаете а качество своих мыслей если вы подсознательно момент когда вы чем-то занимаетесь и вашу подсознательные мысли отвлекаются и они выражают негатив вы как будто знаете отвлекаетесь кому-то там дали дыню кому-то нагрубили кого-то оскорбили кому-то при кого-то опустили кого-то возвысили кого-то опустили ниже еще то это ваше подсознание проявляется так это не из духовность это есть проявление низшего астрала который у вас еще не трансформировал он еще не пережит вами вот это нужно первую очередь делать потому что именно это является нашим духовным развитием то как мы думаем про что мы думаем как мы относимся к людям как мы о них думаем как мы думаем о себе вот что происходит ежесекундно нашей жизни вот это самое что не на есть духовность если вы оцените свою духовность по пятибалльной шкале что у вас все хорошо вы духовный человек понимаете а все эти атрибуты это медитация какие книги прочитал сколько семинара прошел какие у тебя сертификаты а насчет какие у тебя ранги да там какие у тебя насчитаем чакры активированы это все на самом деле чакры другой вариант это как раз уровень сознания но все вот эти второстепенные вещи которые касаются физического мира это все вот вот реальная иллюзия да это это уводит от реального духовного развития то есть я благодарен своей судьбе что в начале когда только начал заниматься у меня были правильные книги так и йога блаватская рерихи где я учился вот этой вот этики этика которая проявляется в том как ты поступаешь каждый день как ты думаешь о людях как ты как ты с ними разговариваешь что ты привносишь свои слова когда ты с ними разговариваешь это очень важно это очень важно все остальное это уже знаете инструменты которые помогают тебе как там шлифовать становиться лучше красивее креативнее в зависимости от того куда ты движешься вот это есть самое то есть духовность это проявление духа в тебе опять же это не медитация это не молитва это проявление духа в тебе дух это бог если в каждом вернее каждой секунде твоей жизни в тебе проявляется бог как дух а дух не может проявлять как мерзкий человек да то ты духовный человек то есть вот это есть критерий духовного человека духовно значит через тебя сейчас говорит и действует сам бог если считая что твои действия сам бог тут и духовный человек а если ты считаешь что духовность это как ярлык но ты сейчас не проявляешь себе как бог тогда нужно учиться этому светлана мы не можем не нужно сознательно сливать этот процесс сознание не подсознание слияние с коллективным бессознательным происходит без нашего участия понимаете это я рассказал ту схему которая уже существует верим мы в это или не верим она всегда будет существовать именно вот так так расскажите пожалуйста чем отличается дети индиго что при них молчат что про них молчат давно но это уже отживший фактор понимаете дети индиго это дети которые пошли там 70-х годов там 1 говорят был иисус индиго но с чем отличается дети индиго от кристаллов которые пошли после них дети индиго это дети воины они пришли в мир вот когда сам мир начал переходить на разные какие-то уровни вот мы с 90-х годов до перешли разные трансформации мы прошли значит жизнь разных эпох и вот дети индиго они начали входить в это вот поле начиная с 90-х годов уже массово с начала с конца конца 2002 нет 89 99 98 год вот они уже массово начали идти это войны это те которых нельзя подавить это тех это те которые не откликаются на значит какое-то знаете такое состояние когда вот помните советском союзе молчите да через чувства вины через часов грязнения совести у них этого нету они с тобой на ты в зависимое независимо от того от какой возраст то есть половину индиго это одаренные дети которые по-своему как-то проявились жизни а половину сидят в тюрьмах то есть они столкнулись с ситуацией когда педагоги наши современные а уже доказано что современные педагоги то есть педагоги младших классов это люди с низкой самооценкой которые подсознательно пришли ну не все нет какой-то процент который пришел для того чтобы доминировать над детьми таким образом конечно же если у них такая психология не не могут нашим детям дать что-то полезное они начинают давить унижать их эти сопротивляются и потом уже общем-то поступки которые соизмеримы с тюрьмой там да с какими-то нарушениями законов то есть вот это воины дети воины кристаллы это же другие это уже у них нет этого воинствующего да это кристаллы которые принесли совершенно другую энергию на землю это эволюционные процессы которая связана уже с творчеством они очень творческие это уже развитие анахата открытие анахата творческого потенциала а уже вот с 10 года 2010 года это же альфа цивилизация это дети другие совершенно это дети которые ну вот они все они уже цифровые у них ум цифровой их прям найти компьютер голова это компьютер они они одним пальцем делают восемь шагов а мы только подумаем они уже восемь шагом сделают понимаете это это совершенно другие цифровые процессы вот это дети которые они как бы если индиго кристаллы имеет совокупность общего развития да если развить то альфа это знаете каком-то таком четком одном направлении они себя могут очень круто развить вот это совершенно другой взгляд на современную еду то есть у них они вообще вот у меня допустим ребенок третий метро и детей он как раз десятого года пошел он любой предмет на них у него какие-то такие вибрации он понюхал по я не буду это я не буду это независимо то это продукт или это или это какая-то вещь он как вибрацию или так или как она влияет на него да и делает соответствующий выбор но вот он другой совершенно это ребенок который вообще не принимает ни одну кухню никакую кухню понимаете него еда это вот макароны и сосиски больше ай котлеты еще максимум все все остальное в школе не может кушать он нигде ничего не может у него запахи его напрягают вот такое и в то же время очень спортивный такой прямо инженер вот у него такое сильное мощное направление в визуализации в образах вот этих вот такой весь творческий и спортивный но то есть пока ему пока ему вот 9 лет он пока еще как бы не может провести полностью но в нем уже есть такие знаете реальные задатки вот этого альфа поколения и в лабораторе он 9 лет он уже я не знаю когда он уже видео записывал на ютубе понимаете уже разбирается всех этих вещах он мне сейчас делать коррективы по отношению к тому что мне делать и как понимаете в 9 лет помощник у меня такой есть так с возрастом у меня стали сказываться старые спортивные травмы что посоветуете органул видите старые спортивные травмы тут нужно поддерживать зависимости какие травмы если это опорно-двигательный аппарат у меня есть очень хорошая система оздоровления по опорно-двигательному аппарату сустав грыжи значит сколиозы и все эти 16 17 по моему оздоровительных сеансов если это жкт мужик это опять же не старые травмы тоже есть оздоровительные сеансы то есть у меня очень много есть таких вот инструментов которые дают возможность на информационном уровне менять структуры вот эти вот информация до которой мы изначально мы ними жили мы им привыкли вот и немножко восстанавливать свою физиологию то есть это это и это есть так уровне а сестры сильно дело состоянии она всегда боится не поняла я вас или так так или можно частный вопрос честный вопрос частный вопрос о снохе температура 239 вначале было неделю и потом 20 37 5 после антибиотиков и она у меня свет светит прям отражает полторы тысячи ватт и прямо слепит глаза хороший фонду антибиотика и она беременная 11 неделя гинекологии все говорят абортировать на температура не позволяет но смотрите это вещи понимаете они себя страхуют конечно нужно понять что думает мать и убрать страх потому что все эти вещи они очень портят как бы восприятию 11 неделя до них советуют значит делать аборт ну зачем это все делать самом деле это все природные процессы возьмите гомеопатию которая не бредит попробуйте может быть это поможет как бы снять сидит токсикация но я чисто интуитивно сейчас понимаю что аборт не нужно делать это нужно чтобы сейчас как-то на все устаканилось это какие-то резкие движения не нужно в этом случае делать это опасные вещи это может закончиться тем что это может быть последняя беременность а дети 12 года подождите пока еще альфа не закончили свое существование понимаете есть определенные этапы когда там допустим вот дети индига кристаллы и все остальные которые были у них есть соответствующие этапы в значит и в ячейке нашей эволюции да они приносили в эти этапы определенные какие-то фрагменты вкрапление каких-то энергии до для того чтобы эволюционный процесс поддерживался на земле поэтому сейчас пока вот ну может быть есть какие-то дети да может быть кто-то захотел написать книгу себя распиарить и придумать какое-то название там какое-то еще там альфа-бета дети там альфа центавры и люди будут с восхищением читают тут вопрос не в том кто появился вопрос анализа да вот дети появились например там альфа да вот они действительно другие у меня двое 9 дега девочка и мальчик им уже 18 и 20 вот а это альфа говорится и тут вопрос то что они совершенно разные абсолютно разные просто вообще но они по ходе то что по характеру раз на не по восприятию разность совершенно вот и тут вопрос в статистике вот есть опыт есть дети которые оставили отпечаток какой-то пленной в истории и мы можем ли да что вот это поколение это поколение там допустим индига или кристаллов но сейчас пока рано говорить о том что какие-то другие дети возможно исходя из того что нас ждет будущем вот эти все перестройки и на другие уровни будут приходить совершенно другие души вот и в общем-то которые будут постепенно поднимать опять же это не от нас зависит понимаете мы должны на своем уровне все возможное чтобы мы могли значит ну как бы восстановить себя свою жизнь создать из своей жизни рай и здоровое тело и тогда это цепная реакция автоматически пойдет на каждого человека который будет тоже задуматься и бороться пример с нас и это как бы положительная такая эпидемия которая движется непосредственно уже ну в пользу как бы эволюционного процесса последние два поколения x и y возможно я просто вот именно касательно детей вот этих да кто куда зачем я уже этим не интересуюсь потому что у меня реально физически нету времени все знать невозможно я знаю свою экспертность свой нишу занимаю поэтому если у меня вопрос здоровья вопросы и целительства то мне хочется знать здесь больше а пусть уже специалисты которые непосредственно слеживать статистику да кто там зачем рождается значит какое поколение это уже удел психологов для того чтобы работать с такими детьми знать с чем они пришли и знать как им открыть эти врата физический мир чтобы они могли здесь адаптироваться вот но это как бы все опять же специфика работы как то так так ну что друзья будем заканчивать наш вебинар мы уже так знаете скоро будет уже три часа не хочется вас как бы в таком состоянии сдержать потому что у некоторых людей уже наверно ночь давно вот значит я сегодня с вами провел интересную беседу мне очень понравился наш сегодня вебинар я благодарен вам за то что вы смогли сегодня задавать вопросы сегодня был такой шикарный диалог что все вы находитесь значит в своем личном пространстве поиска и поиск всегда осуществляется тем что приходит нужный человек нужные методики нужные книги нужная нужная информация которая дает вам возможность решать свои жизни проблемы поэтому я всем вам желаю чтобы вы таки нашли эти вопросы на где ответы на свои вопросы для того чтобы ну как бы знаете чувствовать себя свободно свободно легко в этой жизни чтобы большинство вопросов которые существуют легко решалась вами я считаю что это свобода это покоя там внутренняя гармония это состояние радости это надежность внутренняя которая дает тебе возможность но просто жить не то что не напрягаясь а как минимум смотреть с точки зрения перспективы на все происходящие процессы и и знать много вещей которые окружают тебя всех вас приглашаю на обучающий процесс вот саша скидывал еще раз ссылочку саша скиньте еще раз ссылочку пожалуйста и приглашаю вас на обучающий процесс будет очень интересно потому что методика действительно интересная интересная тем что во первых она она космическая она не просто физическая какая-то знаете которая там адаптирована была мной значит в условиях там обучающего процесса нет это что-то космическое все техники абсолютно космические вот и результат самый главный результат понимаете самое главное это результат нет результата техника или нерабочие или недоработанная данном случае есть результаты я очень рад что есть результаты и хочу этими результатами поделиться с вами я вам очень благодарен я вас люблю обнимаю до встречи 10 числа на первом мастер-классе на массы